Уже пора, уже пора начинать. Друзья, настал, кажется, настал тот момент, когда мы можем закончить победой 12-й трай. Осталась только главная и самая сложная миссия, состоящая из двух. Сначала нам нужно пройти вышку, которая, судя по всему, кишит просто врагами. Я как увидел первый пак на 8 человек, и зная, что там, скорее всего, паков 5-6, стало понятно, что это к полусотне врагов идет сила Адвента 8 в этом регионе. Так что вообще жесть. Просто жесть. Вот. И вчера не стали мы в начале первого, дальше начинать эту... Ну, дальше первого хода идти. Но смысл в том, что мы сделали броню, нашли три уникальных броньки, прогрейдили две из них, собственно, которые можем. Дошли до плазменного оружия, поставили плазменные винтовки рейнджерам и снайперам. Ну, самым ключевым дэмэдж-дилерам, так скажем. Сделали там дополнительную защиту четверки и пятерки. Из этих... из хитиновских панцирей крисолидов и из муртонов-гвардейцев. Короче, у нас сейчас 8 человек на миссии. Против нас 5 или 6 раз по 8. Первый пак сразу же здесь. Пара кодексов, элитка, гранатометчик. У нас, правда, действует 4 бафа. То есть все в маскировке с индивидуальной. Все видят плюс 2 клеточки. У каждого есть один заряд run-and-gun, не знаю, насколько он пригодится. И уклонение плюс 33%. То есть залили мы 140 разведданных в эту миссию. Это уникальное, видимо. Ну, еще и звонила, кстати. Но осталась эта особенность, что можно в миссию заливать довольно много разведданных. Ну, и, соответственно, получать какие-то бонусы. У нас есть подкачанные товарищи в Центре военных технологий. Прекрасные бойцы. Два снайпера. Пептар, работающий очень хорошо по одиночной цели, который успел выучить еще к бою готов. И, кажется, было еще что там. У него плазменная винтовочка. У него винтовочка с прицелом, с элитной настройкой спуска и расширенным элитным магазином. Бронебойные патроны. Лука прекрасный разрушитель. Пришел к нам в последние 3-4 части. Мы его доучили на максимум вообще в Центре военных технологий. Он пробивает броню. Он стреляет очень метко. Стреляет дважды. Реагирует на оверах на любое действие. У него прокачана вся пистолетная ветка. Он ракетчик с артиллерийским залпом. Короче, он псих. Настоящий псих. У него бластерная установка. Аркаша, естественно, наш замечательный командир. Саппорт-гренадер с четырьмя приказами, с заморозками, с светошумами. У всех, соответственно, штурмовые пушки или бластерные установки. Дмитрий Мерчук. Очень хороший пулеметчик. Пулеметчиков у меня здесь два, насколько я помню. Хотя, может, и один. Я взял Дмитрия, потому что у него очень здорово все по дэмэджу и точности. То есть у него есть стандартные навыки, типа подрыва, сапресса, шквалочки. Но есть двойной и тройной выстрел. При его меткости там под соточку. 95 плюс 4. Это как бы, вы понимаете, какой там урон заходит. Рапонго снайпер с броней и кара, способные лететь куда угодно с серией ей. Ну, Алиску я еще пропустил каким-то макаром. А, Фоллан, естественно, рейнджер. У меня же тут еще рейнджеры прекрасные. С тройными овервотчами, пистолетные, хорошие рейнджеры. Фолланы, кажется, в Фомби должен быть. Может, кстати, в Фомби не поместился. Да, наверное, Аспирант занял его место. Короче, мне нужно взломать массив данных центральной обещательной сети. Я не знаю. Ой, шар здесь. Подсвечивается шар. Мне, короче, нужно добежать сюда. Не знаю, стоит ли пытаться делать ниндзя под стелсом, потому что сделать это крайне сложно. Потому что здесь не пройти. Это видоизмененная вышка. То есть я должен проходить здесь. Здесь сразу же первый пак. После этого, скорее всего, я должен буду сдвигаться влево, потому что здесь, как выяснилось, мост еще поднят. То есть тут не пройти. Надо проходить через этот мост, заходить внутрь или через крышу, пытаться через крюк прыгать. Скорее всего, это проще будет. Но самое для меня сейчас сложное и непонятное, как пройти мимо этого пака. Вот. Вот. С одной стороны, хочется в консиле посидеть как можно дольше. С другой стороны, есть понимание, что могут прилететь подкрепления. Поэтому я разрываюсь между желанием поаркадить. И... Ну, вообще, нужно здесь позицию занимать. По крайней мере, два снайпера должны вот тут усесться, иметь возможность все простреливать. Они реально тут все простреливают, кроме вот среза вот такого вправо. Может быть, и стоит активно начать бомбить. Ну, зависит... Я во многом завису, на самом деле, от поведения вражеских паков. То есть, вот как они сейчас будут, куда они пойдут, как они сейчас будут вести вот этот вот пак, самый первый. Вот этот вот. Пока, если не выйдешь, подкрепа не будет. Да, да. Но... Проблема-то в том, что... Короче, я... Не знаю, как будет вести себя этот пак. Они уходят. Это очень хорошо. Они спускаются. Там еще мэк-артиллерист. И уходят влево. Это возможность для ниндзи проскочить. По крайней мере, по правой части. Всеми остальными я буду, наверное, двигаться пока что аккуратненько. Не буду даже забираться наверх без серьезного риска. Ну, чтобы не быть спуленным, так скажем. Да, тем более, там, видите, перекрывают всем. Так что начнем мы, наверное, с ниндзи, у которого есть крюк, есть призрак. Плюс есть, кстати, индивидуальная маскировка. Но индивидуальная мне особо не поможет, если меня спалят. Подходим. Ниндзи в первую очередь. У него появились там еще пистолетные навыки. Так, мне бы проскочить на самом деле. Но проскакивать это потенциально фланг. Может быть, стоит встать вот так пока что. Плюс ты не знаешь, весь ли это пак. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восьмого я не вижу. Прожимать призрака не хочется. Я думаю... Ладно, поехали. Ну, там вряд ли будет кто-то жестким мэком. Да, я не видел дроида, когда перемещался, поэтому... Ладно, ниндзя зашел. Остальные подтягиваются. Поближе, но без фанатизма. Сегодня у нас весь вечер с вами последняя миссия. Последние две главные миссии. И поэтому мы к этому с вами шли очень долго, чтобы еще сейчас торопиться и какие-то необдуманные поступки совершать. Не стоит. Так, Рапонга. Рапонгу может сразу... Ну, Рапонге на самом деле пофиг. У нее заряды есть. Так, отсюда-то можно забраться? Отсюда можно забраться. Можно кого-то направо увезти. Ховер-вотча не для того, чтобы пострелять, если что, а потому что я двигаться вперед не хочу. Вот, они идут дальше. Это возможность для ниндзи. По крайней мере, заберем сейчас на вышку, посмотрим, кто там снизу. То есть сюда я в любом случае идти не могу, но может быть я смогу проскочить прямо. Ой, второй пак. Соблазнительно можно, конечно, инициировать. Но пак второй какой-то маленький. Два кодекса. Змеюка. Что? Что там упало? Вы слышали? А, тут сектопод, видимо, еще. Оно класс. Хотя я не слышал топы-то такого прям откровенного, но рушить может только сектопод. Вот так вот. Тут опасно. Плюс я не видел. А, шарик же еще может, да, шарик может рушить. Ладно, пробуем. Так, вопрос номер раз. Занимаю ли я позиции сейчас остальными наверху? Скорее всего, да. Вопрос номер два. Пробегаю ли я дальше ниндзей? В принципе, осталось тут бежать недолго. Ниндзя в консиле может очень быстро пробежать. Пока я вижу их прекрасно, думаю, что можно просто позанимать позиции вот. Хотя тут лучше снайпов поставить. Ну, в тех местах, где вот прям вот, вот хорошо прям. Чтобы они и это простреливали штуку частично и не мешали им фулкаверы. Да, давай. Пептар подходит первый. Рапонга не знаю, куда ее поставить. Вроде как нужно всех за каверы ставить. Наверное, Рапонга все-таки сюда куда-то встанет. У нее будет хуже обзор, но лучше защита. Остальных, наверное, вот сюда за полукаверы пока что. Увы. Потому что этот пак будет возвращаться, скорее всего, назад. Но обойти слева они мне не могут. Правильно? Правильно. Так что я могу вот здесь вот пока выстраиваться. Ну или в перспективе сюда выходить. Но там мало каверов и слишком много палева. Как раз сбоку могут выйти. Вечер добрый, Михаил. Планируешь ли? Нет, пока я никаких других трансляций не планирую. Пока будешь планировать другие трансляции, получишь 13-й троек с чем. То есть надо думать о том, как... Это для рейнджера хорошее место. Ну как бы как раз под него. Можно, конечно, кого-то за полукавер поставить. Луку тоже бы... Ну ладно, лукавый так встает. Луку тоже бы не промахиваться, а то можно мискликнуть и... Блин, да что с такой баг какой-то? То есть я не могу сюда... Я уже три раза кликаю на клетку. Не хочет. А он и сюда не хочет. Что с тобой? А, он даже идти не хочет. Выделим заново. Сейчас пошел. Так, и Аркаша у нас. Аркаша, к сожалению, без нормальной позиции. Но перед тем, как его... А, здесь же... Ой, Икар же позволяет еще прыгать же наверх же. Жи-жи. Наверное, сюда рапонку я поставлю. Кстати, рананган для снайпера хорошая штука. Хотя нет, нехорошая. Икар классный для снайпа. Любую точку. То есть два заряда, любая точка, видимо, прыгаешь туда и все. Может быть, даже мы здесь попробуем рапонгой разок залететь к ниндзе во фланг. Вот сюда вот на эту крышу и пострелять в врагов. Не знаю, правда, здесь... Ну, по идее, должно работать оглушение. Так же, как в оригинальной версии игры. То есть, если ниндзя доберется до точки... Хотя это сложно, учитывая полсотни врагов. То... Так, ну вот сейчас вопрос. Наверное, надо прораскакивать. Если прораскакивать, то как? То, наверное, вот так вот уходя. Ну, там может быть пак. И, в принципе, ты сейчас как раз походил на полхода всеми. И, может быть, и не стоит. Без призрака так лезть. То есть, я допускаю, что эти назад идут. Если они идут назад, то вот такие вот каверы меня уже не устраивают. Этот кавер хорош тем, что любые телодвижения без призрака мы перекрываем там с... Вот эта вот клеточка была хороша. Бы. Была бы хороша. Но тратить крюк для того, чтобы добраться туда... Это тоже стрёмный кавер. Кавер прекрасный, но, к сожалению... Только с призраком надо его делать. Нет, нельзя сейчас рисковать, потому что я ходил... Делаю призраковую. Простите меня, пацаны. Ну что, я здесь не вижу ни черта. А сюда эти меня перекрыть могут. Бежали. Чтобы стрелять на пум с ронганом, надо только полхода ходить. Да, там, кстати, дальше никого не было. Ладно, поехали. Смотрим, как действуют паки. Особенное внимание... Это дальше уходит. Это вообще прекрасно. Ну, я профукал призрака, на самом деле. Раньше времени. Но зато, если бы справа был бы пак... Мы с стороны только трое идут, но они мне вряд ли спалят. Ну, то есть они никак не спалят, вообще никак. Они и не доходят, и я весь под каверами такой. А вот еще один пак. Мутон и две... А там еще один пак. Короче, здесь получается 4 пака. 4 пака, ё-моё. Призрак пока действует, можно... Как-то поактивней. Может, реально через крюк сюда прыгнуть. Не уходить влево. К вышке потенциально, к пакам, которые здесь гуляют. Тут же тихо пока что. Давай попробуем вот так пройти. И еще пак. Архонты, сектоиды, найка. Вижу найку. Так, тут фулл кавер. Ну, влево идти глупо. Надо, скорее всего, идти сюда и в следующий ход смотреть, как мы можем... Крюком достичь цели. Здесь маловероятно, что кто-то будет. На крыше тоже маловероятно. Поэтому подбегаем сюда. Смотрим. Никого не видно. Смотрите, сколько врагов. Просто цели громадьём. Этими товарищами, наверное, двигаться не будем. Второй снайпер там как? Тоже видит? Да, у второго снайпера серии тоже огромное количество. А если не будет достаточного количества целей, и карам, и вперед. И вот беспокоят здесь часто паки на крыше. Бывают. И Аркашу надо поставить куда-то пока. Нельзя бы броньку Архонта для прыжков. Ну, тогда у него была бы ниже мобильность, меньше ворот, и отсутствовал бы крюк. Крюк как свободное действие. Хотя, не уверен, что было бы реально полезнее. Так, я вижу всех трёх. То есть Аркашу я могу завести, скажем, вот так. Всё, остальные на овервочах, но это не важно. Никто не должен нас палить. Я больше по ниндзе беспокоюсь. Да, паков очень большое количество. Может быть, даже имеет смысл... Не, имеет смысл именно оглушать. Так, только не надо забираться ко мне. Всё, они не забираются. Отлично. Всё, основная группа более-менее на месте. Если что, есть раннэнганы, можно подсократить. Эти для поляны... Ну, короче, для снайперов они открыты. Есть мало хитпоинтовые товарищи. То есть можно пострелять, покритовать. Капец, сколько целей, а. Плющевое, конечно, это ниндзя. Он может делать крюк. Призрака у него нет. Вот это меня настораживает. Сейчас крюком и вниз. Ты помнишь, что там пак есть. Кроме, здесь он тёрся. И судя по разрушениям, он проходил сюда. То есть чисто в теории ты можешь залететь и увидеть пак. Ну, здесь проходить ещё стремнее, так скажем. Что нужно не только пройти через этот пак и через вышку. Но и через, соответственно, вышку. Нет, надо делать крюк сейчас. Хотя, может, призрака подождать. Всё равно подкрепа нет. Я пока ничем не рискую. Да, наверное, призрака подожду. Чё, какая разница? Следим внимательно, чтобы там к ниндзе никто не вышел. Но там не могут выйти с базы. Могут выйти только вот эти вот меня уже начинают беспокоить. Если они зайдут наверх. Это тот пак, который изначально был здесь на крыше. То есть он реально может... Да, и эти к ниндзе подходят. Похоже, мне придётся сейчас крюк юзать. Ну, потому что вот уже я. Там вопрос в трёх-четырёх клетках. Её тебе слишком близко. И наверх, что ли, собираются? Блин, грязь, 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 грязь. Надо улетать, надо улетать. Ниндзе, улететь. Четыре клеточки тут. Ну что? А-а-а-а-а, ты не проверил крюк. Ты не можешь с крюком действовать. А вот это плохо. Не факт, что отсюда сможешь. Если не сможешь отсюда, сможешь крюком сюда уйти. Ну, от этих товарищей. Блин, это плохо. Я почему-то был уверен, что я отсюда допрыгну до туда. ладно давай вот так проверяем крюк есть а дальше 26 конечно так здесь бы по крайней мере оставить прыгать надо сверху точно чтобы истокол не выбивать и оставить пол хода обязательно ну смысле и оставить полный ход тут конечно есть риск что они заберутся обойдут но на самом деле мало вероятно что им нужно за только если они забираются идут сюда это на этот ход они не проходят если они даже по низу будет проходить несмотря на эти зеркала они меня не обойдут короче нормально должно что что делаешь плазменные да что ж ты делаешь что ну охренеть он чуть на плазменную эту не кинул так эти возвращаются на одну они да вот эти как раз должны возвращаться назад что они отсюда начинали запахло жареным да конечно тут ну полсотни врагов на карте естественно тут каждый так эти уходят ну все нормально в основной группы еще есть по крайней мере один может быть даже два хода я наверное ниндзи тогда жду отката еще один ход призрака ну потому что я знаю что здесь пак есть вот на крыше скорее всего пак и внизу точно есть пак шар там и я не знаю где он находится поэтому лучше конечно 525 вы издеваетесь а пока не надо убивать просто на кнопку нажать надо убивать просто не после нажатия на кнопку они будут на два хода оглушены это значительно упрощает дело вот кстати очень плохо что этот пак здесь мне его реально неким убивать желательно бы еще подгадать такой момент чтобы от вот пожалуйста шар увидели шар здесь в углу ничего себе нету можно сюда спрыгнуть и пройти через дверь шар капец такой затаился без призрака я там сразу бы с это самое спалился спускаемся друзья открываем дверь смотрим надо и ниндзя обезопасим что мне только же шар кстати отсюда я его не вижу может пока не поздно сюда пробежать могут флангануть могут 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 здесь тоже бы подождать пока вот эти вот уйдут о не 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 нет ой опасно ой опасно здравствуйте ёпрес это ничего прожимаем слушайте там же еще действие целое так безопаснее всего как не странно то есть он уже мог сместиться но я вижу вижу вот эту вот зону они не двигаются на следующий ход я не добегаю до точки блин это палево вообще-то вот это риск этого не хватит скорее всего этого тоже скорее всего не хватит может прибежать даже вот сюда вот уверен что здесь один пак но обычно один бывал так тебе точно не обойдут опасно короче пробегаем ну а здесь грязь друзья по-хорошему мне конечно нельзя сейчас пулить их ни в коем разе ну если оно спулится а я их не застанил они все разбегутся за ковры и выйдет жесть нет знаете я не буду сейчас их замораживать и инициировать каким бы то образом ну нет это в принципе нельзя делать потому что у тебя ниндзя еще не факт что выживет при этом тогда дело в том что помните первый ход я дошел до сюда аркаши и увидел что пак стоял вот здесь вот то есть скорее всего точнее не скорее всего а возможно они вот отсюда пойдут сразу сюда я не знаю какой у них там блин цикл по ходам когда они круг делают будут ли меня они вот так вот обходить или нет но я овервочу и молюсь нет они идут на меня это капец это провал друзья это жесть просто настоящее а а ниндзя кстати не обновь не будет обнаружен хочу это жесть будет сейчас друзья да у меня тут овервочи конечно зажигательные минус один это провал оверотки пытаются идти но это первый пол они не будут действовать после этого но то что не разбегусь у меня значительно усложняет задача у нас 2 минус 3 еще есть алиска вторую стрелку то есть точно у рейнджа еще есть алиска вторую нет капец это грязь самая настоящая грязь а ребята держитесь держитесь родным стреляют вот это плохо ой слава богу 41 не попал не надо больше выстрелах не надо ханкер стрелять попал и по снайперу full cover мимо не надо больше не надо больше нет сапресс отвечает на сапресс зажигай его блин чё ж ты не попал то так наш ход друзья кто-то в консилии еще ну чё надо их ушатывать а надо ли их ушатывать надо межган поехали межган слушайте я тут из маскировки с урона повышенным могу стрельнуть но не разбегутся какая у меня разница разбегутся на ней или нет и топор просто дальше может пригодится забей да теперь просто подкрепа начинается обратный отсчет ходов 68 и подкрепа прилетит поэтому чуть-чуть не дотянул до взлома берем под свой контроль системы вещания адвента это основная задача друзьям подкрепа не будет что ой не надо никого убивать оказывается да ладно даже в оригинальной версии надо было без звука о друзья прекрасно да вот мы типа их отключили подстрекатель пересек извините периметр сэр сопротивление это отличная работа доктор да похоже обратная связь возымела ожидаемый эффект шейн каков статус адвент уверяет нас что это открытие будет немедленно доступно всему населению а теперь в прямом эфире спикер микер друзья мои вот уже двадцать лет мы всей душой смотрим стримы на гудгейме потому что надеемся что будем меняться к лучшему сегодня наша вера будет вознаграждена друзьям а нет миротворческие силы адвенты преподнесут величайший дар старейшин людям по всему земному шару белой версии сайта не будет вас ждет только синий гудгейм гейм это конец конец гудгейма которого мы знали конец всех болезней и боли страданий наступает заря новой эры для всех нас сегодня воистину человечество займет достойное место среди других раз во вселенной я не понял что нам показывают ребята халява халява нет я был готов если бы они отключились я был бы готов их перестрелять таких миссий у нас каждый liberation регион было все вернулись никто слава богу не получил ранение даже видите царапинка не засчиталась элитная настройка труп солдата был мактурели можно было подфармить эту миссию кстати вот зарешало то что царапина была а вот и финальная миссия сверхтяжелый мэг сектопот мутон гвардеец берсерк безликий великий архонт кодекс привратник вайпер гравардеец копеечка элитный штурмовик проект аватар командир сектоэда 54 человека но здесь показывают старые данные спецы народу выводишь ну что 12 человек ребята выбираем тему отборных отборных солдат алиска специально во первых всех те кто был прошлый в прошлой каточки аркаша аспирант обязательно пептар конечно же а вы мария не 0 марина и скорее всего мы возьмем потому что прошлом месте было восемь человек сейчас 12 и как бы есть кому выйти и показать холли обязательно как эй стоп диан там получается у меня тут и холли и можно двух психов еще взять хочу берем диана сначала берем наверное отдельно пару рейнджеров фомби не зря учился на пистолетку естественно второго это фолана рейнджера лука обязательно разрушитель четыре места вакантно ну мне кажется надежный все таки а вы мария второй пулеметчик у нее и оверы хорошая на страж и собственно двойной выстрел и раз разрыв есть по одной цели хорошо будет работать скорее всего надо все таки взять топового психа может быть даже и пуха взять второго ладно если мы берем например двух психов слушай у тебя рапонга еще нужно снайпер одно место получается искру не хочу брать то есть это серийный снайпер повторения ниндзя не нужен один разрушитель есть вообще зефирку можно взять для работы по точечно по целям двойной выстрел плюс на проску винтовку нужно спилить третьем а какие варианты а варианты немного либо берешь что еще раз кто психов защитная аура пси есть нету нету фаерлорд зачем фаерлорд он хуже рапонга та же серия она прокачана получше чем он хотя точность у него повыше все еще из-за модуля но у него нет обилочки по 2 с фланга она заменена на на кубики ри кстати фаерлорта может быть полезен здесь более полезно чем рапонга короче говоря ладно давай-ка сделаем так раз два три четыре пять это последняя миссия друзья тут как бы вообще надо готовиться и готовится но мне есть денежка есть и квип не самые топовые но для топова надо еще месяц-полтора подождать а это совсем другая сила сопротивление врага улучшенный дым-дам сомневаюсь его патроне коготь не сомневайся для серии он реально хорош и хитим на всякий случай привет абраксис если всех убьют в оригинальном месте можно переиграть на терминатор если тут также этим воспользуешься нет я думаю не буду я этим пользоваться не буду так персональный боевой модуль но на меткость нет у меня ничего такого хорошего можно по уклонениям там посмотреть надо сейчас вообще ревизию провести что у фаерлорда точность мы им апнуть не можем соответственно не будем элитное автозаряжение элитный расширенный магазин элитный прицел все для того чтобы проводить серии выстрелов хорошо дин у него мод прицел элитного прицела там рейнджер собирали до плазменный бластер ниндзя с прошлого да вот эти вот не требует в какого-то изменения то есть светош улучшенная аптечка самая серьезная защита 55 единиц брони естественно зажигательные патроны бронебойка пептару потому что как бы он жжет он жжет ну я думаю что может быть даже третьего снайпера что нам на по аватарам нужно работать будет жестенько и по крупным целям нужно будет работать жестенько и двойные выстрелы даже наверное бронебойные двойные мне тут больше помогут ладно допустим мы берем зефирку зефирка не такой точный это же с кубикирия с агрессии с двойным выстрелом так ладно пока не будем давай одно место будет вакантом давай сначала этих и крепнем все агент конечно же резервная улучшенная аптечка не понял те уже улучшена птичка вот улучшенная аптечка на на аптечка хороший вопрос боевой костюм или броненадзирателем боевой все-таки получше будет плазменные винтовки улучшенный пси вити не максимальный пси-веселитель штурмовая пушка нейрохлыст поможет и конечно же хитим на пушку моды стандартные ставим он такой слабенький на самом деле то есть модифицированный расширенный модифицированное автозаряжение модифицированная настройка спуска модифицированный прицел этого доброта мне хватит ох разрушитель эквипнут да модифицированный прицел модифицированное автозаряжение а в аморея не стоповой пушкой но пулеметчики не только для этого нужны боевой костюм пушка гауссом ладно вибронож штурмовую все-таки обязательно дракон обязательно хитим так и она у нас овервочнутая да что не вижу ни оверов а в центре не исследовали мы да есть страж да она очень хороша трудная мишень закрепление голова голова рез страж то есть ей нужны моды на элитную настройку спуску дать потому что она есть там в запасе кажется модифицированный расширенный стандартный их не хватает модифицированное автозаряжение хотя вот давай вместо этой элитной настройки спуска модифицированная настройка спуска потому что мне кажется что у рейнджера одного нет а у этой все равно есть ловушка и пятнашку добавляет ей 11 защиты и хрен пробьешь так а что ей можно дать она не пистолетный нисколько можно доп броню дать плюс защиту от огня и прочего точнее плюс здоровье получается ну вот такой защитный жилет как бы три хита и иммун к опасным темам давай так рейнджер фомбич хорош красавчик ему надо винтовку сделать ну и мы ставим тоже боевой костюм видите винтовки плазменной нет можно даже обрез сделать штурмовую пушку естественно пистоль плазменный естественно патроны тоже зажигательную последний кстати естественно хитин а там случайно я мутон нет мутону я не ушатывал то есть ему нужна винтовка которую я сделать не могу потому что нужно ядро алирия на самом деле психом жирно винтовку вот скажу честно там они крайне редко попадают и как правило он не стреляет в принципе потому что у него да у него кстати нет возможности снять негативные эффекты может кому-то ментальный щит не 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 надо не надо так ладно давай снимаем у тебя винтовку окей плазменную винтовку снимаем ставим тебе с маневренностью проблемы есть может даже пистолет-пулеметом поставить чтобы он там с копьем защиты мог бегать да зачем штрафовать человека по по мобильности на тройку если он все равно стрелять не будет как правило тогда мы передаем эту винтовку рейнджерам и конечно же ставим топовые ему то есть это элитная настройка спуска последнюю а что там элитных уже не осталось ничего только глушики мод мод и прицел да модифицированный элитный ну там главный овервотч на самом деле хотя у фомбича на самом деле у него у него двойные выстрелы то есть ему как раз элитный прицел нужен а вот этому рейнджеру можно элитный заменить на обычный ну потому что этот на овере стоит а фомбич будет стрелять по 3 выстрела ему как раз нужно попадать обычные выстрелы так будет логично пистолетные снайперы защиты с драконом с штурмовой с модами разрушитель прекрасный зажигательный с защитой пистолетный с модами пулеметчик с иммуном с огнем с психом все вообще понятно специалист красавчик элитная настройка элитная тоже овервотч на ты товарищ самая большая защита спицу самая большая защита ок ниндзя пистолетный с грейжным пистолем с серией с ответным с дополнительной броней в костюме тут костюм кобры костюм мутоны и кар соответственно снайпа пиптар пиптар с улучшенным дымом с бронебойными пульками они кстати не такие полезные то есть одному ладно можно бронебой оставить но учитывая наличие луки который там миллионом выстрелов просто пробивает любую броню это лишнее но одному можно оставить против там шаров сектоподов и прочего искра не осталась искра осталась но на мой взгляд искра наиболее наименее ценные из хотя там кенг полностью почти полностью отчинился это не совсем большая проблема у него овера у него защита он может выступить исключительно как танк то есть у меня выбор какой либо снайп либо пулеметчик точно не пулеметчик либо снайп либо псих либо искра для искры еще пушку надо сделать пушка я не смогу сделать пушка у нее старенькая и битая не могу ее обновить скорее всего да только экранированный я не могу искрой крикнуть нормально вот в чем плюс следующего снайпера в том что я ему мог бы сделать винтовку но не сделаю потому что у меня ядра этого нет опять может мне дождаться вскрытия сектопода чего мне торопиться сделаешь тогда у тебя же сектопод вскрывается давайте-ка назад а не могу не могу да не могу выйти отсюда я уже не могу давайте сначала отбросим снайпер убедимся в том что у нас нет снайперской винтовки топовой плюс и скрыв том что нельзя захватить это да да я не могу сделать ничего толкового из-за отсутствия ядер и лирия так то есть точно не снайпер точно не пулеметчик да берем искру берем кенга с собой он немножко ранен но мы его можем починить у нас есть все для этого у него не топовая броня не топовая пушка но его плюс в том что он держит удар все таки он держит да блин точно бластерная есть но вероочек будешь стоять меточки будешь ставить защитить если что пацанов сможешь не нормальная искра хорошо так страховочная аптечка есть одна правда всего лишь может быть имеет смысл кому-то тоже еще страховочную тому же самому этому ниндзя дать потому что он большую часть времени будет проводить в инвизе ему улучшенная аптечка то есть ему вот эта вот мега броня она особо не нужна дополнительная надо аптечку надо было вот так еще сделать я не снял же моды это косяк у меня может быть даже есть есть и пушки нет пушки есть и моды только приклады кстати может быть приклад тогда поставить пепом мы чаще всего на базе сможем выбирать позицию ему мега важно попадать только тогда вместо элитной настройки спуска хотя вот да вместо элитного настройка элитной настройки спуска я ему дам лучше элитный приклад элитный приклады я не могу его построить насколько я понимаю сейчас проверим конечно что можем сделать эскре пушку точно не можем броню уже сделали вот она броня из крым два ядра эллирия нужно а новый бит мне кажется тоже требует там какой-нибудь дичи это оружие кажется да бит усиленный бит ядро эллирия да ядро эллирия я рассматривал вариант второго гранатометчика повыше флешка дыма ооо хороший вариант хороший вариант отличный вариант на затяжную миссию второй гранатометчик тоже сам тот то что нужно прекрасный вариант он полностью прокачан ему не критично пушкам ему хорошо бы конечно сделать гранатомет усиленный но так уже опциональным хотелось бы конечно вот он ничего страшного псих второй тоже без ауры то есть я ауру не не учил насколько я помню защитную а нет есть умиротворение это кажется оно может реально псих тогда взять двух психов или заменить одного на другого у них разница не очень серьезная только персональный боевой модуль умиротворение вот оно кажется избавляются от всех ментальных воздействий да там же будут под контроль брать дико еще второй псих тема неплохая и разлом и вжух и копье и инву и стасис да давайте лучше второй псих он не требователен к пушкам абсолютно у меня есть все усилитель получше мы ему как раз можем выдать всякие саппорт темы на всякий случай то есть понятно что защита понятно что нейрохлыст но в третий слот можем также спокойно выдать ему например дополнительный дым или доп аптечку улоки простые ракеты да улоки простые ракеты но не в этом его сила он не может поменять как будто у него бластерная перчатка есть так бластерку мы поставим естественно психу тут дополнительная аптечка тут дополнительный дым моды ставим стандартные да наверное второй псих будет как-то понадежнее защиту панику успокоить может если что аптечку прихотел еще на всякий случай да вот есть аптечка 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 уже как бы а дымов реально мало то есть дым 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 ну три штуки получается три так три так из моем оружия ставим вместо осколочной бластерку получается что у нас тема следующего два рейнджера два психа два пулеметчика два снайпера один ниндзя один гранатометчик один специалист я конечно скорее брал бы второго специалиста если бы у меня был хоть кто-то близкий по уровню калиски но к сожалению психов у меня там замочили новые не подходили и тяжело так последнее последний взгляд на тему да 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 возможно здесь поставить место защиты еще типа ниндзя хотела защиту поменять на либо дополнительный дым но у меня там уже не нужно я думаю ничего менять я давай дым поставим а модуль я не проверял точно да пробежимся сейчас по модулем во-первых аспиранту надо проверить что у него по модулем кажется я ему давал на мобильность которая сейчас особо не продвинутая подвижность да плюс 3 мобильность хотя для него да лучше оставить 17 плюс 2 учитывая жнеца это хорошо валиски модуль на продвинутую защиту прекрасно ну спец нуждается в этом тут тоже продвинутая защита ну точнее просто защита плюс 7 но у меня нет лучше защиты насколько я помню есть очень хорошее уклонение 27 нужно кому-то дать кстати боевой азарт из рейнджеров хотя меткость у одного топовая у пепа боевой азарт учитывая то что он убивает это очень хорошая тема главное его далеко от остальных не уводить у дмитрия очень хорошая меткость для него как для двойного тройного там дополнительных выстрелов это очень важная меткость 99 у фаерлорда меткость плюс 5 чертов стыд но лучше у меня нет пси-агент псионика плюс 8 так себе я бы ему дал что-нибудь на защиту ворот потому что потому что не столь это важно или даже мобильность бы ему выдали чтобы он мог если что спасать товарищей да давай мобильность лучшему продвинутую пусть бегает между пацанами кстати ему можно было бы дать тоже пистолет-пулемет тогда он бы вообще был топовым есть ли у меня пистолет-пулемет вместо винтовки гаусса меткость и отсутствие перков делают из него абсолютно никчемного стрелка давай пистолет-пулемет гаусс третий делаем на последние там ресурсы улучшение оружия дефолт у него меняем винтовку на пистолет-пулемет просто ему может быть придется например подбежать достать увидеть чтобы сделать стасис ему может быть придется кому-то дополнительную защиту накинуть успеть или успокоить успеть вбежать в группу своих союзников и умиротворение слабать поэтому чем там плюс эти 8 несчастных пси учитывая его навык там 130 элитная настройка спуска вот магазин официально это заряжение подожди а почему элитная настройка спуска у нас такая неужели все уже получили все уже получили элитком элитный прицел элитная настройка спуска главное чтобы у этих племетчиков элитный расширенный элитная настройка спуска да у всех есть элитный расширенный элитная настройка спуска у алиски тоже элитная настройка спуска как видим здесь тоже здесь и здесь и здесь элитные хороши почти у всех то есть как-то так да у рейнджера у этого 11 меткость топовая вообще 101 меткость у фолана у фон бича похуже все у него кажется там а у них гиперчувствительные зрачки вообще а ну и он и стрелок у него debut двойные выстрелы поэтому гиперчувствительные ему помогут большим у марии не элитка да у марии не элитка на страж у марии что там защита кажется да да защита отлично 11 модули перепроверили лука у нас тоже с 11 защитой остался там только псих которого четверка защита но тут опять же либо делать ему массу клонения здоровья а маневренности нет поэтому я пожалуй ему дам ультраподвижность чтобы минимизировать шансы на на крит или увеличить царапину возможности хотя можно сделать какой-нибудь боевой азарт вряд ли давай топовое клонение дадим ему ох друзья ну это все это уже все последняя миссия пятьдесят девятая часть друзья пятьдесят девятая часть не завали последнюю миссию готова этот материал содержит все имеющиеся нас остатки днк старейшн второго шанса не будет окончательное подключение установлено питание в норме проверим еще разок буфер буфера лучше проверим шинь вы уже сто раз это делали спокойней мы готовы о это же я это шучу мандер я буду тринадцатым человеком в этой пати тринадцатый человек тринадцатый трай начинайте передачу мир там уже готов и теперь всем известна истина адвент это ложь его время истекло мы начинаем полномасштабную войну то время как пришельцы захватывают наш мир мы атакуем их собственный с такими винтовками идут нубаса это будет непросто но вам это не впервой вы сделали все необходимое вы ни разу не дрогнули вы икс ком вы что-то там вы получите этому конец человечество рассчитывает на ваш удачи чем анну ребята не за фейлим эту миссию не за фейлим есть чаек торопиться вообще не стоит нас весь вечер с вами впереди прекрасный вечер прекрасный вечер да я узнаю эти эти стены я бы подбежал ваш канал на 200 рублей сообщает что будьте на чему я не знаю успеет ли они без спасибо мы жили адвенту все причины и места болею за тебя всей душой жаль нет времени по шагу и траток бессмысленные жертвы вы заставили нас но мы готовы икс чем есть и уйти с нами будет есть славься чем мир будет спасен ура михаилы лиминги вперед лиминги всерьез уже штутбука один хватит спамить ты мешаешь нам друг тут нам рассказывали с нами пытаются найти общий язык ё-моё какое количество народа 13 человек и вот он чумандр аватар командира пространственный разлом у него там еще кажется характеристики да меткость 100 крит 10 уклонение 20 5 все воля пси сила 150 200 то есть он захватывает любого его никак не захватить мобильный 16 и кажется он там каждый ход еще восстанавливает аватар способны быстро восстановить здоровье полевой хирург ментальная крепость не подвержен негативным ментальным эффектом нулевой удар 8 11 пространственный разлом нифига себе рейндж 7 9 так а у меня вообще их ниндзя в маскировке маскировки ну вы помните друзья это огромная база с большим количеством врагов но скорее всего так же как и в в башне они что-то поменяли поэтому лучше двигаться аккуратным и опроса ты стрём ты какой блин ладно поехали финальная миссия я чем андр у него такая же прическа я помню не мешай не саботируй трансляции деловая колбаса такая пришла умничает еще короче я думаю надо все таки подходить на полу ниндзи ё-моё сразу пак группа мэков дроиды да такого не было ну как бы и таких врагов не было на старте и что здесь уже приниматься принимать врагов дальше нельзя этим бом-бом надо понять кто где кто как вообще стоять должен вот так по хорошему я поскорее всего на будущее надо отвести куда нибудь просто я понимаю что наверх типа но это рановато еще наверх этим если он не будет видеть давай пока сюда ой 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 дмитрий мерчук подходит эвак на будущее эвак забыл вы серьезный эвак эксперты на будущее какое будущее у нас нет будущего здесь ну то есть либо эта миссия либо либо все отступать некуда вак ну куда ты прошел что сразу враги такого не было в оригинальной они были за вот этими за этой комнатой 1 1 пак и не такой он был там было по по штучно вообще с богом смотрим как они идут таки лаги дикие вообще я представляю тут просто на этой миссии огромное количество народу ой там топовый мэг там артиллеристы дроид нам не нужен сектопод еще рядом где-то ооо безликие еще безликие слева мутоны полный зоопарк вообще я помню что здесь здесь дичь дикая грязь грязь грязная подходим смотрим ниндзи в пол ходика и видим раз два три четыре пять смотрим где они тут они нас не видят это хорошо пожалуй начну подходить именно вот к сюда что отсюда я уже смогу этот пак спулись как и когда и или если он вернется да ниндзя конечно на таких миссиях очень помогает можно спокойнее выбирать место все снова на пол ходом петард цель видит уже по крайней мере одну луке бы сразу занять место и не уходить оттуда больше бом-бом фэрлор значительно конечно лучше видит чем дин врагов алиску бы поближе помню что слив чемандра это слив миссии да я помню как чуть не запорол проходя оригинальную игру последний ход чемандра там же грязь там же была грязь грязная так быстро сюда я наверно и пепа тоже бы перевел чуть левее смотрим куда идут да как кто почему ай-яй-яй забыл что не надо на оверботч было ставить твою налево ё-моё там артиллеристы еще ах снайперы же они в бесконсила тяжелый мэг погибает но там артиллеристы ё-моё ну понеслась чемандр мажет трое летит что-то я вообще не надо так тупить прошу не надо там еще фланг намечается там артиллеристов три человека капец хорошо в первый ход они не стреляют и слева еще артиллерист так не надо фланговых там есть один у меня под флангом есть игру в очереди ладно ниндзя по-прежнему в консилии слева артан надо внимательно сейчас отстреливать в первую очередь артиллеристов хватит урона пептару то на всех хватит урона слушай у меня справа беспокоит мэг он какой да не все ракетами могут загасить тебя михаил между прочим так снимаем оверу у артиллериста видимо да ты его только не видишь разлом кстати с кд просто то есть можно вот эти вот обилки юзать нормально в принципе надо все обилки которые с кд юзать то есть руки молнии изи просто пошел сняли овер раз дальше веерный огонь пожалуйста глаз промазал дважды двойной выстрел пожалуйста нет подожди кто кого видит ты видишь этого да или он я думаю лучше да через руки молнии конечно но беглый поэтому что же вы царапаете то их на 90 есть 1 шатнули не самого плотного это ваншот это ваншот пептор дальнюю цель снимает без шансов его азарт который подействовал только на одного смотрите проблема вот с этим сейчас мэгом еще будет то есть сокращать дистанцию нежелательно крайне нежелательным я могу конечно его дезориентировать ломануть наверное лучше подойти и двойным пострелять племетчиком то есть нужно брать просто и ушатывать двойным выстрелом но лучше сначала лукой попытаться снять защиту а этого я сделать не могу ну он же бронебой через приказ могу попробовать это сделать у тебя подожди тут еще фолл он же есть у меня же все отлично давай тогда психами и прочими нубасами пробуем этого снять не тратить ходы рейнджеров здесь двойной выстрел попал разок ой там борьба за выживание у него капец у него 6 армора уже приплыли сверх тяжелого мэка я не закрою его никак ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу и двойным выстрелом пробивать армор. Но перед приказом можно, типа, перестраховаться еще. А, еще этот не ходил. Наш друг. Ну и ниндзя есть на всякий случай. Заморозкой. Ладно, давай тогда сделаем следующим образом. Не будем гренки тратить. Попробуем приказать луке. Плюс там рейнджер есть. В луке приказ раз. Может, получай, сделаем. Он же без кд. Плотный огонь, точнее. Да, это хорошая тема. Плотный огонь. Все равно, как бы, халявная штука перезарядится. После этого приказ с лукем. Лука прекрасен. Он по 3 единицы брони за выстрелы будет снимать. У него главная проблема, что он цель не видит с того места, где сидит. То есть он подходит сюда и делает двойной выстрел. Беглый огонь. Правда, вероятность так себе. Ну, что ж поделать? Давай. Надо попадать. Попал. 3 армора минус сразу же. И еще 2 армора. Весь армор сняли. Прекрасно. То есть рейнджер сейчас его ушатывает просто. На язычах ушатывает причем. Подходит на одну клеточку. Делает руки молнией. Хотя тут дистанция такая, что он тяжеловат. Хотя нет, 83. Давай. Ой, кританул на 12 из пистоля. Все. И добиваем этого мэка. Скорее всего, добиваем. Да! Это, конечно, было было рискованно с моей стороны. Может быть и не стоит снайперов ставить на оверток. Надо по-хорошему еще считать врагов. Если кому не сложно, посчитайте, пожалуйста. Тут вроде было шестеро. То есть дроид. Один мэк, который сразу ушел. Артиллерист. Тяжелый. Обычный. И второй артиллерист. Слева еще один. Мы его снайпером сняли сразу же. Ой, по-хорошему мне нужно, конечно, проверять ниндзи как бы по центру, чтобы типа идти и смотреть по сторонам. Окна, окна, окна мешают. Снайперы, кстати, вот здесь вот хорошо будет стоять. То есть если я сейчас фаерлорда переведу в левом, ограничения на количество ходов нет. Торопиться нет смысла вообще никакого. Тем более откатываются скиллы. Это все... Я подойду просто так на... даже меньше, чем на полхода. Реально, торопиться... Я не вижу ни одного, ни одной причины, чтобы торопиться. Чтобы 13-й трай начать. Чтобы... чтобы все, ради чего мы боролись, сопротивлялись, все те жертвы, которые были принесены. Чтобы это все было напрасно. Нет. Короче, я перевел снайпов. Осталось сейчас рейнджеров чуть поближе подвести. Но желательно делать это без тоже фанатизма такого. О, Брюс. Брюс. То есть так выглядит. А здесь аватаром как совершенно сработает? Нет, аватар, если юзнешь, то... ты проиграешь. Ну, в смысле, не юзнешь, а если аватар умрет, то миссия провалена. Смотрим, слушаем. Ой, да, здесь же, кажется, сектоподы были в прошлой части. И я слышал еще сектоподы. Да, тут очень важно правильно вот из этого помещения, наверное, не заходить туда вообще в основной группе и уходить влево. Потому что... Ну, потому что это... Смотрим, короче, ниндзя, что там дальше. Что там? Мутон обычно зеленый. Еще зеленый такой молодой мутончик. Ой! И сразу такой пак сверху вжух. А это что такое с пятью армора? Да, вот сейчас главное снайпов не ставить на овер. Потому что... Потому что... Потому что... Потому что... Можно, конечно, их типа выманивать, но... Если там нет артиллеристов... О, здесь, кажется, еще мутоны бегают. Не, мне кажется, что вот отсюда, вот с этого угла мы тот пак отлично видим и отлично будем по нему работать. То есть, надо вот сюда передислоцироваться пацанами. Не идти через здание. Там, как бы, с виженным проблемом. А идти вот так вот. Главное, не ставь снайпов на овер. Раньше времени. Потому что они... Они, ребята, зоркие. Они могут и... Через там метров пятьсот цель заметить и сагрить. А мне это... А нам это не нужно. Да, и снайпа вообще лучше тоже переводить. Причем переводить его по-хорошему нужно вот в этот угол, чтобы не мешало зданиям. То есть, он вообще должен бежать, бежать, прям бежать. Я допускаю, что слева тоже могут быть пакин. Зря я, исходя из этого, подставил потенциальный фланг. Здесь, правда, овервочи есть. Так, фомбич, фомбич, куда? Да некуда тут ставить. Ну, ты ждем. Смотрим. Волнуюсь я, друзья, волнуюсь. Ой, там крыша падает. What? В правом здании надо кого-то проверить. Там свалились куски. Тот пак туда ушел. Вот он, милишный, слева. Нет, безликий. Я их вечно путаю. Не, не вечно, только что. На здание нельзя телепортироваться. Не-не-не, это здание без крыш. Безбашенный такой. Так, ушли вроде дальше. Я кого-то там вижу, кто-то мелькает, но думаю, что надо для начала проверить вот здесь вот пацанов. Никого. Ну, и тогда двигаться сюда пацанами. Чумандра идет первым. Хотя это, наверное, ошибка. Лучше вот Чумандра как раз приберечь. Тут нифига не простреливается. Я надеюсь, что это работает. Я надеюсь, что это работает. Реально, Чумандр это неправильно вот сюда его отвезти. Вперед. Он должен быть где-то посередине, на самом деле. В избежании казусов. На психов пофиг. Ох ты, какой резвый. Пух. Ниндзя, скорее всего, сюда немножко подойдет, но так без... Тоже без... Без аркады. Задача снайпов мне перевести для начала. Вот в этот угол ориентировочно вот сюда их поставить. Будет уже ок. Давай тогда на фул. Таркаш тоже на фул. Тараси, да? Тар, кстати, оттуда сможет уже работать. Сюда можно Дмитрия поставить. Алиска сюда. Бэрлорда бы ищем. Ну, короче, в следующий ход мы уже займем правильные позиции. И... Все должно быть так. Это на всякий случай. Так, тут чуть-чуть вперед, да? Просто чтобы светить дальний пак. Слева... И безликие, и мутоны. То есть, ничего я не путал. Там и те, и те звуки есть. Перезарядиться нет. Желание, кто без свободки. А ты видел, что у кого-то есть перезарядка? Может, у Аватара, конечно, единичка по один патрон я мог не перезарядить. Но у остальных все как бы ок. Можно быть вообще. Еще чуть ближе. И никого нет. Они, видимо, внутрь ушли и пока не возвращались. Тем лучше для меня. Тем лучше. Пептара сразу ставим на... Пептара сразу ставим на... Даже, наверное, вот сюда лучше бы поставить. Пофиг, что полукавер. Для него вряд ли достанут. А если я поставил вот сюда вот и вот, то врата, вот эти вот большие, которые являются фулкавером, они могли бы им помешать. Остальные будут двигаться вот в, 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 куда-то сюда. В первую очередь, конечно, идут рейнджеры-пулеметчики. Пофиг. На взаимнометчик. Алиска на подстраховке. Но, как бы, не совсем далеко. Но, чтобы иметь возможность пострелять. Луку поставлю, естественно Так, а вот еще один рейнджер Которого непонятно куда ставить Так, осколочный, если что, есть Брюс, опоке, чуть подведем Пуха, наверное, тоже стоит сюда В общем, Андер ближе не стоит Так, и Аркаша у нас полкан остался В принципе, кого-то можно-то и внутрь Вот так вот завести, потому что там фулкавры есть И это одна линия Эта миссия проходится на быстрый рашинг По 100% хайджокер Блин, ты ну бас, конечно Такой ты ну бас Слева мутона Сейчас я пройду ниндзи И скорее всего вижу пак С агрю Снайперами Надо посмотреть еще, что там за товарищ С пятью армору Это сектопод что ли, или Лука, лиса, пух и кто-то еще не перезаряженные Так у них свободная перезарядка у всех Зачем перезаряжаться, если у тебя свободная перезарядка Опять никого Ладно Все на месте Все на месте, все молодцы Не думаю, что надо что-то делать Сейчас появятся Всем овервочим Ждем, когда отсюда выйдет пак Там мутоны могут выйти быстрее Последнее, что я видел, это уходящего мутона зеленого Скажи, пилос, варкафт еще будет или нет? Сегодня варкафта не будет, естественно Вообще, конечно, будет Как без варкафта-то вообще? Блин, а они не идут Гады Реально испугались Свалили куда-то А у меня тут тактика, блин Я же жду О, слышу шаги Причем близко кто-то спрыгивал Ненавижу, но нет Что делать-то будете с ними? Надели хлади Ладно, уходим влево Будем с товарищами, которые вот здесь вот Я боюсь, что они даже вот отсюда вот могут То есть они куда-то ушли Долго их нет Они уже могут выйти С любой стороны У меня тут фланги Мне что-то больше нужно на старкрат стремить Ну, я обязательно на него посмотрю Но учитывая то, что там механика не поменяется Я в него в любом случае Долго не смогу играть Он слишком сложный С точки зрения микро То есть там реально нужно прям Оттачивать все Куда они ушли? Я понимаю, что я перестраховываюсь, друзья Но вы понимаете, что Это последняя миссия Серии трансляций в 59 частей Тут лучше вообще все варианты исключить По риску Вообще все Проходим сюда Смотрим Да что же вы делать-то будете? Реально никого В этом здании центральном никого нет И тут никого Я уже ниндзя на полный ход Пробегаю Может ниндзя услышит что-то там Вообще чем дальше они, тем лучше Как бы два снайпа будут работать Великолепно Надо же их найти еще Правильно Пробуем дверь отсюда открыть Никого Никого Диалоги куда-то пропали Ну скорее всего мод просто их режете всем Мод на быстрые там перемещения Он много чего режет 59 частей включает только этот рай Нет, все-все-все Все с самого начала Этот рай где-то частей Не знаю 20 что ли Посерьезно? Ну крюк с КД Поэтому как бы можем пользоваться Тут ковры нет Тут рискованно Они могут быть внутри Ладно, давай вот так Так, ну наконец-то Кто-то на крыше Так, надо их принимать здесь врат То есть надо уже Готовиться к тому Что они будут идти Вот с той стороны То есть ставим Товарищей за фулкавр Для начала Ну кого можно за полукавр Учитывая особенности Можно оставить за полукаврами Главное, чтобы не было флангов Черт Тут, конечно И снайп уже неправильно стоит Хотя в принципе норм Я только вот так Подальше их разведу Чтобы у них было Они могли работать По разным целям Психи бестолковые Это неважно, кстати Как я их тут Расставлю Главное, чтобы аркаши и рейнджеры Были, стояли нормально Они стоят хреново Ну у них Укрытия нет Ладно, давай хотя бы Половинку поставим Вот так вот Сейчас я неправильно сделал, что Один снайпер у меня Суверу в общем Инфо-соточка То есть сейчас уже можно спалить Там народа много Рапанга может увидеть цель Опа, ничего себе Вот почему они не шли У них там какая-то Настороженность присутствует Что? Какие-то звуки новые Я такого не слышал Ладно, ниндзя подходит ближе Никого не видит опять Я уже прошел Треть карты Ниндзя Относительно своего Основного отряда Что это такое? Вот это засада Мне кажется, да Там уже ребята Приготовились Но Чего они приготовились? Я могу же просто Кстати, тут Были всегда мутоны Милишные И вижны нет Вот почему здесь Почему здесь вижны нет? Почему он из этого кавера Не мог выглядывать? Он даже через полу кавер Сейчас не увидит ничего Что впереди творится Но Можно было сюда двигаться Кстати, сразу же Потому что здесь Какие-то баги С укрытиями Поехали Раз Кажись, у них Сработал скрипт Как-то по-хитрому И они Оказались Все в одной точке Все паки Стянулись в одну точку Так, вопрос К бластерной ракете Имеется Есть там какое-то Ограничение На На рейндж Вообще Есть То есть Можно спокойно Здесь выбирать Позицию Оптимальную И принимать И принимать Морозка Да какой морозки Я не в консили Мне нужно Просто сейчас Поймать Одного Выстрелить По нему И начнется Шухер Я даже могу И кармс Полететь Грязь Там такая Грязь На самом деле Снайпы Могут и отсюда Прострелить Чего тут Раз Два Угол Нет Вот из-за этого здания Они не могут Так Как я могу инициировать Ну можно отправить Одного с бластеркой Поближе Просто Псих какого-нибудь С бластеркой Отправить И Как бы С одной стороны Его не так жалко С другой стороны Он докинет И инициирует Прекрасно А мне нравится Этот вариант Аркаша стоит Хреново Ну да ладно Можно кого-то К нему Кстати вернуть Например Вот этого Психа Поставить Сюда Тут реально С каверами Проблема А чего Они там В одном месте Все делают Это конечно Удобно Но Капец Как стрёмно Сразу Пулить 40 человек Не ходит Вроде вокруг Ой Все Я бы не выдержал Мимо Показалось Ребята Показалось Ничего Никто не видел Так Ладно Давай Попробуем Подсветить Да Призрака Лучше И все Конечно Помню Где они Находятся Ой Я почти Достаю До них До этих Вообще Достаю Мне Нужно Первый Этаж И туда Может На пол Хводика Воспеешь Ладно На пол Хводика Можно Пропускаю Ход Не хочу Аверить Мне хочется Тех Хорошенечко Бластеркой Вжухнуть Да Как А Я уже Пеп Не надо Мимо Спасибо Пеп Красавчик Говорит Что если Перезайти Будет Исправиться Ситуация Давайте Сохранить Выйти Но я Реально Дальше Своего Носа Просто Не вижу Хоть Нос У меня И Большой Но Блин Кажется Там Баги С Виженом Просто Можно Конечно В левый Пак Зарядить Но Мне Конечно Хочется Прям Вот Туда Засандалить Чтобы Прям Всех 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 А что Они там Собираются У нас Митинги Запрещены Несанкционированные Пеп Соберись Начни Попадать Ребята Это Понимаете Если Пеп Попал В прошлый Ход Не в этот А в прошлый То там бы Встрепенулось 30-40 Человек Врагов Конечно Хорошо Что они Вместе Собрались Но Надо Будет Их Потом Собирать По Закоулкам Плюс Можно Всех На Одну Позицию Выкачивать Это Хорошо Все Заходим 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 Смотрим Сохранилась Ликучность Паков Справа Достает Лив Лив Жесть Операция Левиафан Все равно Спулится Только тот Пак По Бойцу Которого Ты попал Ну Это Понятно Да А Я понял Да Локация Под водой Что ли Нет Почему Просто Здесь У них Такая Архитектура Такие Цвета Такие Используют Они Материалы Отошел На 5 Минут 13 Трай Ну Бас Какой 13 Трай Опять Вижен Нифига Нет А Нет Вот Сейчас Появился Сейчас Появился Окей У меня Призрак Все еще Работает Поэтому Я Попробую Ну Покажите Мне Да Что Да Как А Да Там Стенка Ж Тогда Так Тогда Там Кого-то Я вижу Издалека Вижу Да Не Вижу Почему Как Так Я Не Знаю Как Мы Тут Строят Тут Жара Пойдет Тут Жара Пойдет Может На Пофиг Жукнуть Какой Черный Разлом Михаил Они Стояли Где-то Вот Здесь Уверен Да Мутон Стоял Здесь Основная Группа Здесь Ну Так Мочи Не туда Давай 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 Аркада По кому-то Попал Взрыв Хорошо Задели Сектопот Борьба За Выживание Ой А вдруг Там Артиллеристы Там Артиллеристы Твою Мать О Это Мартиллерист Как Минимум Один Не Лишний Мутон И Что Зачем Ты Это Сделан Так Один Горит Короче Разбегаемся Сейчас Всеми Между Нашими Бойцами О Три Пака Минимум Ладно Мутоны Это Хрен С ними Пока Добегут А вот Артиллерист Меня Настораживает Снайпер Никого Не Видит Так Разбегаемся Не Должно Быть Никаких Групп Которые Стоят Ближе Чем Четыре Клетки Друг Одружки Так Этот Норм Гептар Норм Дин Норм Алис Ковалим Не знаю Может Это Достанет Нин Засидит На Миллиметре Вижн Серьезно Кажется Надо Снайпа Сюда Уводить Надо Благодаря Использовать Чем Андре Надо Уводить И не Вперед Господи Как Мне Этот Сбил Все Планы Так Аркаш Ты Куда Ладно Вам Мария Давай Фул Кавер Пофиг Что Она Слишком Близко Давай Сюда Ребята Это Грязь Там Реально Ниндзя Близко Артиллерист Может Смапхаком Стрелять Куда Угодно Бежит Бежит Мэг Бежит Мутон Ой Там Реально Нет 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 Все Спалили Ниндзя Все Выбешечка Ниндзя Фланг Мимо 80 Повезло Горящий Мутон Мутон Блин Лидера Ну Это Это Вялые Товарищи Это Безобейные Безликих Ушатали Раз Блин А чего я не оставил Ты ходы Этому Я Ушатаю Там Толпа Народа А я Под Полукавром Еще Держись Ой Повезло Семь Снимо Почему Тон Да Ладно Это Уедет Личный Щит Отходит Не должен Испеть Стрелять О Сектопот Идет О Стреляет Мажет 45 Еще Мутон Боевой Клич Капец Попал Попал 65 Берсерк Лежит Вообще Жесть Линдзи Линдзи Выжить Если 80 70 Попали Это Все Хотя Тут Еще Есть Безлики Успеет Успеет Скорее Всего Да Нет Мой 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 Ой Ой Ребята Я Так Можем ли мы Сопресс Снять Ага Сейчас У Снайфера Только Одна Цель Это Сектопот Цель Классная Конечно Жесть Поехал Надо Сейчас На него Протокол Помощи 24 Крит Вообще Сектопода Ушатывая Не визжи Михаил Протокол Помощи Протокол Лечения Ой Защиты 30 Защиты Дает Гремлин Третий МК3 Великолепно Сейчас На рывке Есть там Проход Пацаны Такие Широкоплечие Бутоны Стоят Такие Гремлин Лечения Конечно Жаспер Держись А у Низи Легкий Шаг Есть Ну Там же Сопресс Сопресс Все равно Штрафуют Нет Мы видим Сектопода Вот Звучается Он Поехали На На Такое Количество Народов Дикое Просто Но Собираться Вместе Мы Естественно Не будем Ну Тут Меня Сопресс Но Я же Вроде Как Могу Вот Так Вот Уйти И он Не Увидит Меня Да Крюк Крюк Под сопресс Нельзя Проверил Сто Сектопод Жбахнет По своему Ты Издеваешься? Сектопод Бахнет По своим Не Я побежу Я тут могу Конечно Огрызнуться Топорик Комниськин Но Это Просто Беги Просто Беги Как Никто Безумие Тогда я Оставлю Здесь Психа У вас Такие Советы Странные Ребят Но Прекращается Не надо Ну Что У нас Здесь По каверам Это Фулл Кавер Стало Быть Это Тоже Фулл Кавер Да Побежали Да Срабатывает Мимо 38% Повезло Легкий Шаг Только На Овере Действует А Видите Сопресс Своей Жизни Живут Мэк Топор Кинет Я не видел Мэка Артиллериста Там Опять Советчики Здесь Можно В полхода Стасис На этого Мутона Кинуть На самом деле Давай Тогда Не будем Единственное Мне может Не хватит Маневренности Чтобы от Милишных Убежать Не Хватит Я от Безликих От Милишных Убежать Стан Даже За Фулл Кавер Ребят Мы с Богом Вместе Не Собираемся Готовимся К тому Что Нас Будут Шатать Обстреливать По Полной Программе Горит Мутон Мутон Артиллерист Безлики Безлики Это Ватные Ребята Как мне Уйти Там От Безлики 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 Спеет Что Не 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 Страшно Конечно Безлики Такой Никчемный Какое Количество Народу На самом деле Я могу Мутона Попробовать Ушатать То есть Удар Например Обычный А нет Топор Удар Топором Я просто Ухожу То есть Меня Реально Зажали Отсюда Выйти Не Могу Крюк Не Могу Использовать Но Я Могу Кинуть Топорик 58 Надо Сапресс Снимать Как Мне Сапресс Снимать Ерунда Это Тоже О Можно Взорвать Эту Штуку Ничего О А Не Уходить Оттуда Реально Могу Сделать Серию Взрыв Взрыв Но Серия Не пойдет На Эти Не Нужна Здесь Серия Здесь Надо Стрелять Стоп А Кептар Видит Право Мэка Такой Вопрос Сейчас Беремся Сейчас Беремся Нет Вся Билл Чамандра Да Сейчас Посмотрим На самые Разные Варианты Я пока Вижу Возможность Взорвать Просто Вот Здесь Вот Так Мы Можем Задить Вот Этого Мутона Например И Спокойно Выбежать Можем Мы Через Топор Попасть По Нему Можем Мы Да Выпад Это Вообще Неудачный А Это Ясно Нет Тут Очень Мало Вариант Можно Эту стеночку Просто Снять Бластеркой Например Это не такой Плохой Вариант Просто Чтобы Он Вышел С другой Стороны Бластерка Есть Лука Есть Как бы Берем Вот так Вот И Она же А Разброс Одноклетка О Харкада Михаил Ну а чего Пробьет И пробьет Можно даже На себя Кинуть Чтобы Гарантированно Каверы Снялись Так Ну это Хороший Вариант То есть Такой Вариант Который Да Может Сработать А заморозить Сапресс Под Сапресс Заморозка Не попадет Просто Там он Под Фулкавром Стоит Это Ерунда Давай Как он Ушатывает Еще Выстрел Остался Ладно Здесь мы Наверное Все-таки На Овер Встаем Вот он Ушатываем Ну Пепом Больше Делать Ничего На самом деле Я могу Сделать Икар Скажем Вот сюда Куда-то И провести Просто Тупо Серия Раз Два Три Изи Да Только Мне Придется После Этого Сразу Уходить Так Давай Так Чтобы Чтобы Видеть Всех Да Я думаю Кар Это Мой Вариант Не Ну и Кар Ты можешь Снайпа Отдать Еще При этом Осколочным Поберзом Пройтись Далеко Вряд Ли Смогу Тем Более С этой Стороны Я точно По своим Попаду Хотя Нет Я могу Попасть Да Вот Это Неплохая Идея Кстати Ну Я Вот Отсюда Должен Достать Планк На него Пофиг Потому Что Там Слева Меня Прикроют А Вот Здесь В принципе Можно Дотянуться Да Вот Она Это Хороший Совет Согласен Поехали И Точный И Как бы Взорвется Там Взрыв То Будет Нет Да Но Не Добил Ну Вообще Ты можешь Флангануть Вот так Вот Лукой Сделать Руки Молнией Просто Нет Не просто Не достаешь Вообще Чем ближе Ты подходишь Тем сильнее Ты рискуешь Товарищами Своими Одной клетки Здесь Тепотает Я думаю Что Лучший вариант Это АВ Марии Второй Второй Осколочный Туда Зарядить Там Слишком Много Битых То есть Стать Куда Нибудь Вот Так Порик Халявный Топорик Под Сапрессом 58% И Тратить Топорик На Такую Вот Тему Что Тоже Не топорик Или осколочный Осколочный Важнее Попробуем Ладно Топорик Действия не требует Как разобрать Вообще По какому Мутону Тут стрелять Отдай Пробуем Тут не промахнуться Мимо Так По сути Я потерял И топор И осколочную Вторую Ушатываем Жнец Приказ Ну Какие Меня Сапресс Меня Сапресс Какой Жнец Что Вот Вы Несете Опять Мясорубку Ну Сапресс Ребята Большинство действий Заблокировано В Сапресс Что Же Вы Так Я В шоке Просто А Мария Подведу ее Все таки Поближе Несмотря на то Что там Артиллеристы Есть Они все равно Не стреляют Протокол защиты Какой протокол защиты Я в прошлый ход Его делал Один специалист Я Думаю Надо Бластерку Сюда Тратить Просто Не хочу Рисковать Потому что Сейчас Без протокола Защиты Он попадет С вероятностью Процентов 68 Где-то Он попадает Блин Так Не хочется Луку Подставлять Входим Не достаю ее Все равно Ну что Можно пухом Попробовать Помочь Типа Слияние Разумом Сделать Но он Не видит Можно им Разлом Запилить Но он Не достанет Кажется Разлом А если Подойти Сюда Ну ты Фланг Подставишь С ним Если Вот так Вот Вижны Скорее Все Не будет Так Слишком Близко К Програм Копьем Никак Копьем Можно Опять же Подходить Нужно Там же Барсуки Сидят Они В следующий Ход Шатают Да и Тот Сидит Меня Видит В любом Случше Надо Отходить Можно Подойти Сюда И Надеяться На то Что Черепной Разлом Достанет Он Скорее Все Достанет Кстати То есть Тут Фулл Кавер Достаточно Далеко От врагов И Как бы Псих Мы Да Вот так Отлично Поехали Лучом Сквозь Стены Да Советы Советы Не надо Все 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 Хватит Ребят Все Справимся Сняли Сапресс Сейчас Отступаем Отсюда Нафиг О Там Еще Нет Нет Никаких Обилок Аркашу Я пожалуй Сюда Подведу Луку Лучше Даже Отведу Потому что Ну Под Полу Кавером Сидеть Не Солидно Абсолютно Здесь Можно Рубануть Кстати Учитывая То Что Крюк Есть Но Это Мясо То есть Это Не Не Тот Человек Который Не Не Нужно Короче Тратить Время На Это Я Полагаю Просто Валить Сюда Выбрались Спасли Ниндзю Сложнейшей Ситуацией Конечно Сейчас будем Смотреть Мутон Слева Должен Бежать Сейчас Псих Под Ударом Мэг Идет Раз Мутон Бежит Но тут Работать Уже Начинает Пептар У него Хорошая Элитная Настройка Спуска Он 11 Урона Дает Царапина На 11 Ребят 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 Надо Попал Хорошо Центурион Ушатали Обычный Зеленый Бежит Стреляет Не Не Стреляет Вот здесь Оверы Могут Еще Сработать Беги К нам Они У нас Видят Надо Сейчас На Нет 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 Мимо 70 Это точно Не должен Бить Слишком Далеко Ох Элитный Сучок Здесь Бежит Стреляет 30% А вот и Сектопот Всегда С нами Тоже Постреляет У меня пушка Не такая Точная Дамаж 30% Хорошо Так Два Раза 30% В общем Это Так Хорошо Наш Ход Друзья Наш Ход Кстати Нас Тут С флангов Обходит Ага Ой 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 Я думаю Нужно Делать Слияние Разумов И выходить Оттуда С чистой Совестью То Что Надо Кайтить Это Прям Инфа Соточка Прям Инфа Соточка Кто Кого Видит Аспирант Но он Врубает Маскировку Я не хочу Хотя Можно Пострелять Из пистоля Веерный Че бы не Сделать Правильно На пол Ходика Пистолет Вообще Прекрасный Маскировка И отступаем Снайпер Только Две Цели Все Они Не Очень Может Быть Стоит Потратить Осколочную И как Здесь Неплохо Да И тут Стоят Сопросят Но Алиска Осколочная Не дотянется Ей нужно Подходить Ближе На пол Хода Подходить Это опасно Учитывая Мой план Не подходить Получается Фигово Не Надо Вытаскивать Народ Надо Вытаскивать Народ Так Кстати У Фаерлорда Это выбор По лучшему Более того У него крит 90% Я предлагаю Серию Раз Два Гарантированно Три Вполне Вероятно Маловероятно Четыре Ну Пока Пять Целей Давай Серию Раз Можно Получаю Сделать Криты Там Сколько 17 Получай Ограниченное Количество Давай Четырых Ушатаем На Секто Под Это Не хватит Ой Да Ладно Да Ладно Не Надо Саппортить Это Дело Надо Саппортить Дело Вот так Вот Хотя Блин Бластерки Мне пригодятся Мне нереально Пригодятся И еще Я хочу Закинуть сюда Бластерку Чтобы каверы Снять Дэмоч Нанести И Саппресс Снять Не стоит Конечно Это критично А пространственный Разлом Как Очень Не очень Раньше Кубики Реп Кому По Мутонам Ой В смысле Этот Выстрел У этого По Мутонам Лучше Наверное Пепо Оставить На Овере То есть Каким образом Ты можешь Снять Сапресс И стоит Ли Его Снимать Может Просто Протокол Помощи Который Откатился И назад Побежим Ну а Как же Серия Это же Серия Только что Запилила Ну Постреляй По серии Там Мало вероятно Что ты убьешь Тут нужно Критануть Причем Еще Выкинуть Такой Дамаг Конский Я думаю Надо С мутона Этого Начать Потому что Если попадем То скорее Все Убьем Отличный Крит Вот Этого Бы Подэмэджи Чуть Чуть Как Нибудь Чуть Чуть Буквально Для этого Нужно Подходить Это Не входит В мои Планы Понимаете Не входит Протокол Помощи Все равно Можно рискнуть А Слушайте Можно и карм Перелететь И карм Перелететь Тогда я Вот этого Еще Штампанул Давай И карм Перелетим Куда Ни Проверь Только Пепом Если Вижем На того Нет Только Отсюда И отсюда Ближе Не хочется Подходить Во Есть Раз Два Да Раз Два Еще Еще У этого Мэка Можно Пострелять Ладно Давай Тогда Сюда Странное Место Конечно Для снайпер Но Получается Что Оно Да Оно Сейчас Должно Зайти Мы Убьем Гарантирован Одного Мутона Который Далеко 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 Сейчас Цели Тоже По-прежнему Триди Будет Только Они Поменяются Вот Вот Этого Мутона Мы Ушат Высокой Вероятностью Перезаряжаемся Вот вопрос Передем Кострелять По этому Мутону В надежде На Крит Мало Вероятно Что Мы Его Убьем Сверх Тяжелый Мэк Черт Будем Ли мы Ещё Нет Лукой Не буду Тратить Бастарком Лукой Я встану На Овер Тарм Я встану На Овер Хотя Было Ему Перезарядиться И делать Состоящую Позицию Есть Тоже Овер Воч Алиска Овер Фомби Перезарядкой Индезо Он Скорее Семн Будет Сделать Потому что Там Движуха Пойдет Дикая Так Вот Закрыть Можно Будет Все Ну А Тебя Артиллерийский Ну Отток От Этого Артиллерийского Скажи Мне Можешь Снять Тут Кавер Мэк Шатнуть Да Давай Не Жалей Давайте Вот так Снимем Это Мармор У Мэка Сверх Тяжелого И Мутон И Кавер И Перезарядка И Индезон Пошли А Индезон Да Пошли Индезон Забыл Что Индезон Требует Так Здесь Надо Отступать Мария Шиш Назад Овер Полон Тоже Назад Овер И С Попыткой Шатнуть Кстати Мэка Можно Шатнуть Разброс Не Такой Большой Но Если Крит То Мы Его Убьем В Отличии От Того Мутона Давай Ладно Попробуй Один Ктрел Есть Убили Крит 36 Работал Прекрасно И Вообще Я бы Густой Дымки На самом деле Сюда Куда Нимось На первую Линию Наношу Что Пулеметчику Достается Ну он там Конечно Под Фул Кавером Но Лучше Чтоб Дым Надежнее Как Там С Дымом Так Слияние Разумов Я не достаю До Психа До Нашего Можно Было Конечно Это Устроить Там Овервоч Все равно Сработает Мутоновский И Можно Подвести Психа Сделать Слияние Разумов То есть Можно Одним Психом Прикрыть Другого Психа И Это Нормальный Так План Вот Так Вот Просто Добавится Защита Там Будет Не Четыре А Девять Я думаю Или Даже Сейчас Посмотрим Сколько Там Добавят Он Было Четыре Стало Временной Защиты Этой Дофига Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Девять То есть Даже Если Он Попадет Он Как Б Наплевать Так Ну Что Давай Тогда Уходим Вопрос Куда Давай Сюда Вдоль Стены Не Поможет Сопрась Все Будет Это Сам Все Рано Срабатывает Если бы Аут Вряд Алиск Попадает Ушатывает Его Тридцать Четыре Причем Всего Лишь Второй Выстрел От Алиски По Левому Кажись Мутоном Попадание Зажгли Хорошо Ушатали Еще Тридцать Перезаряд Перезаряд Устой 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 Позиции Надо Подходить Все Таким Это Зачем Этим Подходить Давай Где У Нас Там Ринджи Ринджи Есть Но Вижен Нет В Чем Дело Подойти Конечно Можно Выстрелить Из пистоли В десятку Тоже Можно Подрыв Есть В принципе По нему И пострелять Можно Скажем Вот Отсюда Да Ковер Хэмилай Ладно Надо как-то Этого Мутона Вышатывать Точнее Избавляться От Сапрессы И так дальше Так Подрыв Готов Лука Никого Не Видит Это Очень Плохо Да И То Что Фомбич Ничего Не Видит Тоже Плохо У меня Рейнджи Не Работают Я Могу Ему Наверное Мне нужно Просто пулеметчик Отводить Я делаю Запал И отступаю Пулеметчиком Назад Потому что Из-за этого Пулеметчика Они не подходят Ближе к рейнджам То есть Не надо было мне Делать подрыв Получается Пусть Уж лучше Короче Уж лучше Вы к нам Да Тут конечно Хороший Есть этот Хорошая возможность Пострелять Пулеметчик Реально Слишком Далеко От Основной Группы Поэтому Не Надо Овер Чуть Поближе Ок Овер Овер Лука Желательно Ему Стоять Конечно На одной Позиции Плюс Он стоит За Холл Кавером Овер Он In the Zone Может Сделать Давай Ну Они Побегут Там тоже In the Zone Был Но Зачем Ниндзи Не стоит Наверное Отступать Хотя Перестраховаться Можно Поехали Ребят Там что-то Взорвалось Там Сектопот Видимо Рванул Но он Не попал Судя по Всему По Врагам Давайте Идите На меня Идите Идите Я жду Я жду Друзья Идут Побежал Первый Мутон Попадает Под псих Который Ни черта Не может Но он Попадает Почему А вот Здесь Мы Зажигаем И Скорее всего Добиваем Аркаша Тоже Не такой Точный Алиска Мажет Рейдж Костюм Срабатывает Паника Следующий Идет Под защитой Главное Зажигать Мутону Мажем 51 Ой Плохо Еще один Мутон Он Зеленый Он Молодой К нему Попадают Зажигают Опять же Ушатывают Сразу Еще один Ё-моё Какое количество Тома Народу Еще Пошел Хорошо Вот здесь Тоже Зажигательный Очень Хорошо Лука Стоит У него Второй Страж Должен Фоллун Попадает Уже Зажигает Мутоном Прекрасно И второе Овервотч Кританул И здесь Фомбич Хорош И Чо Мандр Еще ушатал Мутона Прекрасно Уже такая Кучка Мутонов Лежит Сектопот То где А вот и он Идет У нас Еще не все Отстрелялись Попадание Раз Лука Там никак Алиска Еще Стреляет Попадание Два Кто-нибудь Еще Один Хит Буквально Ну Стреляет По психу Полукавер Мимо 35% Изи Просто Ребята Изи Начинаем Мочить Козлов О Нет Это слишком Халявная Цель Серьезно Ладно Давай Выстрел Выстрел Овер Просто Ушатываем И прокакай Все Да 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 Не Дальше Дальше Будет Жестче Конечно Я помню Дальше Будет Жестче С этими Товарищами Нужно Что-то Делать Но самое Простое Конечно Их Тоже Выкачивать Потому что Они Видят Здесь У нас Просто Уйти Скажем Чумандерам Сюда Можно Пространственный Разрыв На них Кстати Он же В кд Пусть Юзнем Проверим Как оно Работает Вжук 9-7 Мимо брони Он еще Ну как и Другие Пси способности Так Аркаш 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 Я думаю Надо Фомбича Вот сюда Отводить Сейчас Фомбича Алиску Главное Чтобы он Никто Никто не видел Этого Мутона Чтоб Мутон Ничего не видел Чтоб он Пошел Там сразу Все Отработают По нему Вот Алиска Плохо Что его Видит Та-дам И так Тоже Будет Видеть Так Не будет Так может И в принципе Не увидит Ой Кажется Алиса Видела На этой клетке Нет Не видела Прекрасно Тогда Нет А вы Амарию Тоже Назад Отвести Ну Недалеко То есть Все стоят На одной Линии Провоцируем Мутона Подойти Посмотреть Что же Там Дальше И на одной Клетке В рамках Одной Клетки Его встречается Ну Просто Толпа Народов Главное Реально Чтобы Не было Не было Сомнений Бежать Или не Бежать Он должен Бежать С Богом И не факт Что он Последний Кстати Не факт Подрыва Нет Тратить На него Осколочно Не хочется Личный щит Окей Личный щит Это против одного Увеличения защиты Насколько я помню Вот он пошел Работаем Ребята С первым же Выставом его Сразу в огонь То есть Он ничего Уже сделать не может Кроме как Добежать И ударить Но ренч не позволяет Попадают дальше Там овермочи Штук Наверное 7 То есть У него Нет Вообще Никаких Шансов Дойти До меня Даже Если бы Это был Сектопод Я помню Как В клипчиках Есть момент Когда мы Сектопода С оверов Принимаем Будучи Пятером Просто А вот Так Даже Ничего Си Он взрывает То есть Он Стенки Сносит Так Делаем Овер И перезаряжаемся Проверяем Что Что Там Никого Нет Идут Ходят То есть Еще Кто-то Живой Там 26 Мария Без кавера Говорят Ё-моё Тут Новый Пак Уже Тут Новый Пак И я Должен Его Встречать Скорее Всего С In the Zone У Алиски Откатился In the Zone Но Она Не Видит Никого Но Это Не повод Не Делать Потому Что Они Могут Разбежаться Так Что Да Делаем Раз И Там У Рейнджера Был In the А In the Zone Под Этим Под А Без кавера Реально Она Стоит Я думаю Надо Бластер Коинициировать Здесь Тоже Все Безобразие Там Один Патрон У Алиски Был На Дурачина Может Через Приказ Это Сделать Перез Зарядочку Дай Приказ Приказ Тогда У меня Не будет Хода Свободного А что Алиску Ты не Видишь Что Издеваешь Со Мною Не Видит Алиску Аркаш Ты Чего Вот Она Стоит Аркаш Ты Серьезно А Видимо Нельзя Уже Так Друзья Хотелось Было Это Все Заморозить Но Не Получится Вариантов Несколько Я делаю Сейчас Инициацию Лукой Вот так Вот Просто Ну Потому что Эффективно Получается Там Кто на оверах Принимает На оверах Ну Фомби Не Должен Так Делать Вот Кто Должен Зон Делать На 5 Выстрелов Там На 5 Целей Там Их Только 5 Не Стоит Наверное Хотя У тебя Тройной Нет Не надо Ладно Делай Вот так Вот Ну Заморозка Я не дотянусь Просто никак Я Светошумом Дотянусь Это Да Но Я думаю Надо Просто Ушатывать Пептар Овер Потому что У него Настройка Спуска Да Где Овервотч Не Нужных По крайней Мере Шквалочка Можем Добить Как-то Или Там Засопрессить Чтоб Страховка Была Фаерлорда Тоже Не будем Овервотч Делать Все Получается Поехали Работаем Бластерная Пошла Там Броня Минус Сразу же Три Крита Заходит Один Восемь Один 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 Ну там Дальше Еще Кто там Это Архон Грейжен Полетел Плохо Что с Архон Начинаем Ему Хрен Попадешь Даже Снайпы Видите Ноль Е-мое У него Реально Там Этим Молниеносным Е-мое Столько Выстрелов Пустую Только Сейчас Попали Зажгли Мутон Побежал Там In the zone Сработает Конечно Большинство Мы должны Просто Зажечь И то есть Ход Я живу Меня Пугает Кодекс Второй Выстрел Блин Как он Попадает 85 Этот Мутон Догорит Уже Тот Боится Кодекс Бежит Вперед Нет Овера К сожалению Еще Один Архон Но Поэтому Проще Попасть Будет Я полагаю Да Зажгли Тоже Архон То есть Мутон И кодекс Действует Полноценно Это Боевая Ярость Ну и все Хорошо Что мы Оставили Тут Народ Во-первых Руки Молнии Безусловно Пусть Это 50 на 50 Делаем Раз Ушатан Звук Начинает Лагать Это Нормально Для Огромного Количества Для Большого Количества Врагов Здесь У нас Тоже Руки Молнии Откатились Этот Не Интересует Архон Не Интересует Кодекс Да На Кодекс 22 Всего Лишь Действия Халявные Поэтому Давай Можно В десятку Кстати Его Спровоцировать Сделать В десятку Звуки Пропали Да Я понял Ладно Давайте Мы не торопимся Никуда Сохранить Выйти Сейчас Перезапустимся Так Что у нас Там У нас Зеленый Мутон Далеко Да И Неподожженный Кодекс Это По сути Самые Опасные Из Оставшихся Я могу Накинуть На них Святошум Хорошо Я могу Кодекс Сделать Десятку Чтобы Он Расплодился И мы Отстрелили Ненужного Товарища Что Оставлять Кодекс Конечно В живых Не стоит Сидь Что И чаем Подержал Ваш канал На 100 Рублей И сообщает Привет Привет Остановись Михаил Не 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 Подался Предсказание Что Ты Будущий Спикер Адвент Не Надо Не Спеши Точка Ты Не Губи Жизнь Молодую И Слышишь Я Тебе Искренне Желаю Вернуться Домой К Своим Привычным Делам К Стрим Марафон Шоу Турнир Стримеров Но В Новом Формате В Новом Облике Ю Он Шел Но Пас Написал Но Не вместилось В озвучку Ой Горит 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 Да Действительно Вот того Мэтона Бы еще Поджечь Для полноты Картины Осколочную Тратить Я Не Буду Может Шпалочкой Тогда Кодекс Почему Нет То есть Во-первых Ты можешь Разок Выстрелить Просто Потому Что Можешь Пархонту У него Много ХП И Надо Наносить Урон И Шквальным Огнем Лучше Место Вместо В десятку Лучше Шквальным Потому что Он откатывается Вот в чем дело Плюс Я могу Ваншот Ничего Нет Не добил Он сейчас Расплодится На две Там По хиту Осталось У него Клон Далеко Снайпер Видит Клоном А Он Он Просто Улетел Ушатываем Клон Естественно Снайпом Не Нужен Он Что С дальним Мутоном Делать Непонятно С другой Страны Я его Не Вижу Может Не успеет Подойти Вообще Могу Подойти Вот так Вот И Флангануть Этого Мутона И все Да Но Архонты Та Эти Пойдут В рукопашку Ты же Понимаешь Я же Да Понимаю Они хоть И горят Но могут Пойти В рукопашку То Ближе То Лучше По этому Стрель Дебют И Овервотч Тройной Ушатана Хорошо Инициировали Хорошо Инициировали Ох Может Панику На дальнего Мутона Накинуться Психи Есть Я не достаю До него Просто А Вот Здесь же Есть Псих Погоди К Отсюда Мы Можем Подействовать Давайте Сейчас Попробуем Мутона Можно Встасис Его Можно Обезумить Но Встасис Надежнее Так что Давайте Этого Центуриона Закроем То есть Действует Только Два Жареных Мутона И то Один Догорает Другой Может Только В атаку Пойти В Мели В Рукопашку А Там Его Ждут Там Его Ждут Готовы Принимать О Контроль Над разумом Уже Еще Есть Стопроцентная Веча Мандра Ждем Этот Догорает Этот Горит И Как бы Может Бежать Может Сидеть В Ханкере Не знаю Нет Ничего Не будет Кто-то Еще Рядом Ходит Так Все Ход Закончился Никаких Overwatch Ничего Нет Все Отлично Только Что-то Игра Так Призадумывалась Так Давай Со Снайпов Начнем Мне кажется Что А Тут Все Так Кавры Есть Мне Показал Что Я Его Фланговал Вообще А Нет Как Будем Действовать Ну Как Как Здесь Отступаем Вижу Наставляем На ближнюю Можно Под контроль Взять Или Нулевым Ударом Давай Нулевым То есть Мне Главное Вот Этого Ближнего Убить Потому что Он Догорает Все Уже А Дальнего Просто Встречаем На Оверх Я Стараюсь Наиболее Сейфово Играть Друзья Наиболее Сейфово Дальнего Под контроль Зачем Мне Сейчас Новые Паки Пулить Ищем Знаешь Он Сам Придется Сейчас Ко мне Я В этом Уверен Абсолютно Уверен Гвардейцы Редко Паникуют Они Должны Вперед Бежать Как Он Видит Нет Косяк Я Поставил Я Не Видел Что Он Видит Алиск Это Был Косяк Это Был Такой Серьезное Серьезное Упущение Ой Там Тоже А Это У снайперов Были Была Эта Цель Так Попытка Номер Два Побежал Побежал Снайпер Начинает Работать Петар С Великой Настройкой Спуска Мажет На психо Я не Рассчитываю Главное Зажечь Главное Зажечь Все Зажгли Он До Ренджей Добежал И все Как бы Его Полномочия И все Как бы Окончено Шикарно Шикарно Друзья Я кажется Сейчас уже К главному Залу Подхожу То есть Вот это Вот Вся Куча Вся Куча Это Было Сборище Из Ну Перед Входом В главный Зал Поэтому Скорее Всего Скорее Всего Да Он Overwatch Зря Наверное Снофе Попать На Оверстав Что Кажется Что Ошибка 32 Говорят Мишка Сердечки Тебе Не нравится Да Понти Привет Понти Привет Блин Ребята Я не верю Что Мы С вами Можем Пройти Мы Можем С вами Реально Пройти Пока Где-то Половину Народу Тут Бесконечные Враги Если Выполнить Конечно И Задача В конце Будет Нетривиальная По Убийству Аватаром У меня Заморозка Во-первых У меня Есть Светошума У меня Есть Изморозь Но Они Могли Апнуть Тоже Аватара Конечно Могли Апнуть Сейчас Ниндзи Влево Уходить Ну И Скорее Все На Пол Просто Уходить Убеждаться В том Что Здесь Как Все Ок Да Врагов Не видно Не слышно Тогда Подходим Здесь Тоже На полный Ход Сейчас Я рискую Кстати Потому что Справа Могут Выйти Снайпером Можно Икар Но Икар Мне Может Пригодиться На Финалке Я помню Про то Что Три Аватара Там Будет Что Нужно Троих Ушатывать И Эту Битву Помню Хорошо Я помню Что Там Шесть Порталов По Три С Каждой С Страны Что Там Были Багнуты Укрытия На Старте Которые Типа Невидимые Но Все Прикрывают Помню Что Каждый Ход Выходят Враги Помню Что Снайпов Желательно Вообще Желательно Всех Принимать У Главного Входа Вот Отсюда Наверное С этой Крыши Снайпов Постар Поддержал Ваш Канал На 100 Рублей И Сообщает Миша Спасибо Да Какие вы добрые Часто Рискую Проходя На Фул Ниндзи Видите Никого Не Видим Мы Надо Уже В Центр Будет Следующий Ход Смещаться Потому Что Там Это Здание Опять Нужно Отталкиваться От Ниндзи Таким От Ниндзи От Его Разведки Правда На Той В 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 Ниндзи Сложно Было Ниндзи Что Увидеть Я Не Знаю Почему Так Но И Главное Аватара Не Отдать То есть Мне Нужно Ким-то Макаром Выманивать Выманивать Аватаров На Этот Проход Да Уже Бесконечный Свар Идет Бесконечный Тихо Вот он Главный Зал Вот он Проход Вот Здесь Ориентировочно Встанут Снайперы Здесь Разместится Основной Отряд Так Стоп А Как же А У Аватаров Тема Следующая Тема Следующая Хотя Можно И Против Масс Поиграть Осколочные 1 на 1 Рейнджеры Бластерки Опять же Командирские Скиллы Может Зайдем Шумом Тогда Здесь Похоже Вообще Никого Нет Уже Ну Помните Они Собирались Тут Собрались И пошли Потом Крушить Ломать Там Может Все равно Придется Заходить вдоль Да Это Понятно Вопрос Только Кто Пойдет И Сколько И Как Я Буду Внутри Там Крайне Некомфортная Тема Для Сражения Потому Что Здесь За Мостом Каверов Ограниченное Количество Фуловых Здесь Огромная Стенка Стоит Да Вот Она И Тут Еще Есть Некие Штуки Которые Выглядят Как Незначительное Укрытие На самом Деле Они Идут До Самого Потолка То Они Не Дают Никакого Вижена За Собой Я Помню Очень Сильно Горел Когда Проходил В Оригинале Может Конечно Они Пофиксили Но Я Сомневаюсь Что Они Эти Темы Исправляли Поэтому Надо Сейчас Мне Определиться Как Я Буду Заходить С одной Стороны Снайпер Внутри Вообще Они Очень Плохо Себя Ведут У них Эта Стенка Мешает Эти Каверы Мешают С Икаром Будет Попроще С одной Стороны Там Сразу Будет Три Пака Внутри Кажется По Паку На Каждого Аватара Или Они Друг за Дружкой Появляются Нет Они Все Там Находятся Просто В разных Местах И Потом Каждый Ход Будут Из Порталов Из Вот Эти Ход Выходить Да По Три Портала На Каждую Сторон Будет Выходить Будут Выходить Враги Наверное Все Таки Внутрь Пойду Все Таки Пойду Внутри Пупсик Хорош Подбивает Меня Запороть Специально Трай Чтобы Стрим Чики Не Это Сам Еще Экс Комчика На Два Месяца Соблазнительно Конечно Звучит Ничего Не Могу Сказать Зря На Последнюю Клетку Керят Прошел Последний Ход Последняя Клетка Справа Никто Не Шумит Друзья Это Я могу Конечно Проверить Вдруг Там Пак Задумался Где-то В углу Но Похоже Это Все Да Давай Лучше Я Крюк Сюда Куда Нибудь Чтобы Проверить Еще Эти Темные Тот Темный Угол Там Вполне Пройдя Сильно Внутрь Мы Не Увидим Только Зайдя Пройдя Через мост Где-то Вот здесь Начнется Первая движуха Начнется Она Ну а там Будет Конечно Жесть Там Будет Просто Жара Просто Жара Там Будет Не Ну Благодаря Повторюсь Благодаря Рейнджерам С Один На Один С Там С Многочисленными Дуплетами Двойными Выстрелами С Осколочными Гранатами Точнее Осколочными Пушками Мы Можем Довольно Быстро Ушатать Паки Не Аватаров Конечно Главное С ними Не толпиться Еще Вот что Потому что Три Аватара Если Я Экспулю Они Просто Ушатают Во-первых Лишат Меня Возможности Стрелять Какой бы то ни Было Возможности Стрелять Потом Под контроль Могут Брать Телепортируются Плюс Они Такие Точные Как Наш Аватар Суточка Меткости У них Наверняка Имеется Закончить Сегодня Стрелять Драгон Подержал Ваш канал На 200 Рублей И сообщает Миша Посылаешь Вперед Призрак Нучле Лаунч Детечки Всего Делов Нучле Лаунч Чамандер Да 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 Призраком Мы конечно Пойдем И скорее всего Скрипты Как раз Мы и призраком Словим Ну скрипты Которые По перебивочке Должна быть При входе В зал Я помню Все Последний ход Последний ход Грязь Просто Грязь Отходим Ближе Вот Он уже Мост Опа Вот этого Я не ожидал Сразу Два Пака Стратегия Меняется Срочно Срочно Снайпов Наверх Че Туда Хрена Там Народу Не В оригинале Было Значительно Меньше Конечно Народа Ребята Значительно Меньше В оригинале Народа Поверьте Беливми Беливми Ну и ясно Не забраться Еще так просто Да Так Этот ход Мы Сильно Не подходим Все за каверами Никто не стоит Никто Не Не стоит За Потому что Они уже Могут выйти Сейчас Понимаете Уже Могут выйти Мискликнул Вален Поддержал Ваш канал На 100 рублей Сообщает Миша Ты не можешь Спулить Три Не могу Они появляются По очереди Убиваешь Одного Появляется Второй И так далее Вот это да Мандаринка 666 Мандаринка Поддержал Поддержал На 200 рублей Сообщает Миша Заберись И пусть Будет Жара Ты сумеешь Ты пройдешь Вперед Жиди К победе И не забывая Весь чатик С тобой Спасибо Мандаринка За моральную Поддержку Так Но я боюсь Что эти паки Могут выскочить Поэтому Стою пока На уверен Ох Это кто такой А это просто Розовый Отцвет Такой У элитного Да Змеюки Подлюки Не Если Падал То норм Асетом Охо Такой Не мог Пропустить Наказывай Чаман За всю Бану Спасибо За 10к Асет Приплыл Я подставил Еще Одного Снайпера Под Под фулкаверу Который В низкий силуэт А второго Как бы Что они Видят Меня Где Они Меня Видят Нормально Подходим Так Мы Сдвигаемся Ближе К центру Ребят Пара 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 Примем Один Вапак До Полу Основных Сил Желательно Опять же Чтоб Они Приблизительно Стояли На Одном И том Желавел Девушки Они Неыверен Что это Эта штука Нет Эта штука Нормальна Будет На диску Надо Ближе Хотя Этих, я думаю, хватит Овер, овер 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 Ждательно на следующих вот их брать Потому что снайперы не будут сейчас стрелять Но если они сейчас на меня пойдут, то Ой, хорошо Это хорошо для инициации сейчас Это милишные они, ну хотя у них молниеносные ЦФМ поддержал ваш канал на тысячу рублей И сообщил о чем ангел Приветствую Это была фантастическая серия трансляций Огромное спасибо Следующий патч обещает Изменить игру до неузнаваемости Ну, ждать его еще несколько месяцев Так что спасай Я думаю, надо делать in the zone Так вот, закрывает раз Надо делать in the zone 2 Фомбич Так вот Казебода поддержал ваш канал Да хватит, ребята Взял Будь осторожен, следи за собой Встречай всех на вен И в челюсть ногой Овердан 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 Сейчас будем пулить, пацаны А вы Мария Конечно же Овер Аркаша Конечно же Нет Дмитрий Мерчук Конечно же Нет Да все Фактически Остался Нет 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 А, Fallen Что, 3 in the zone Давайте попробуем Этого на овервотч Крептару Потому что он молодец А снайпером инициируем Кто-то самый жесткий Наверное, лучший элитного копейчика Ушатывать Поехали Пулем сразу 2 пака, ребят Ааааа Бды Крит Ушатали 20 крита Идите сюда Идите ко мне Какой Что Побежали Овервотч от Пептара Он где-то 80 65 Видимо, как раз Что это А, я Этот, ярость Сработал Бегут остальные Давайте Где там В дезон Пошел в дезон Такое Шатывание Ты Сосиска Да Еще Оверы пошли Ну, не тот Не тот Не тот Это псих всего лишь Надо к кем-то еще Вот, зажгли Хорошо Ну, змея должна тоже Стрепенуться Правильно Нет? Змея вообще Яу Абсолютно Кто там Что там вообще Плевать Да, пофиг Хотя, не Не пофиг Зря я, конечно, так делаю Может, контроль возьмем Тяжелый копейщик Передовой боец Да, контроль возьмем Или взорвем эти каверы на будущее О, давай взорвем каверы, реально И змеюку заодно С пулем С паком Молниеносные рефлексы Оооо Спулил, кажись я Да, там змеи Все оверы Избегут они всех оверов Там минимум по четверым Мы попали Там дофига народу Ёшки-матрешки Там реально очень много Там архон Шар! Лука Сможешь разбить? Нужно арморс Разбивать Лука Ну где ты, Лука? Ну, блин, поздно Ну Попал вроде Вот он, Лука Да, от минус 3 брони Еще раз О, моем Ну,ся, капец, ребят Сейчас я уже Немножко неправильно сделаю Пожадничал Но я не видел пака Вообще Второго такого Большого Там снова струба Ну, там и дезон есть Они по 6 выстрелов Сделают, конечно Каждый, но патроны Закончится рано или поздно Да, вообще Охреново Еще архон Еще молниеносный Там 0% Ебан Да, молниеносный Рекс тащит, конечно Что-то нужно Уясо пресс кидать Ой, подожгла Молодец 0 попадания Царапина 10% Сработало Слушайте Тут же взрыв будет После этого, нет? Так, надо под контроль Брать, друзья Такая кучность Конская Кто у нас может Еще Ниндзя Все Ну, класс Я думаю Великого Архонта Надо брать Вот этого здорового Блин, жалко Что я Аркаши сходил Это такой капец Сейчас могу Наполучать Контроль есть Он плотный Он может выстоять На самом деле Тут можно тоже Повжухать Например, шарик Заморозить Заморозка Мне еще может пригодиться Тут просто Три выстрела Из этого Вообще Можно Жнеца сделать Раз Два Три Ага Пополишь Еще Паким Слушайте У тебя выбор Либо ты уходишь Самое плохое Сейчас еще Жнеца Врубать Потом Рандомить Этих Прей Почему Шарик Не взять Да Шарик Надо было Брать Естественно Шарик Под контроль Берется Тоже Просто Это Ошибся Я Конечно Ошибся Наверное Нужно Замораживать Шарик Пока Суть Задела Привратника Морозить Да Давай Так Отлично Заморозили Что Это Было Я не мог Его заморозить Каким-то Причинам Пожелаем Ниндзи Удачи Там Часть Горит Конечно Змея Горит О Тут Ответочка Попади 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 Давай Ну да Там Был Неносный Опять Не попала 66 Языком Ответочка Ой Хорош Она еще Стреляет Кажись Архонту Попадание 8 Хорошо Терпим Дернулась Но тут Тут Опять Попадешь Хотя 58 Давайте Ребят Хорошо Шатали Змею Еще кто-то Нифига себе У них там Патронов 6 Есть Зажгли Архонта Второго Это Очень важно Он Только в Рукопашку Может О Жара Мимо 56 Хорошо Привратник Будет Архонта Бить Надеюсь Лапами Да Мимо 46 Ну и у дальних На самом деле Кроме А нет Милешный Пошел Ой Не 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 Нет Мимо 67 Копейщик Этот горит Найка А Это Этот Там еще Змеи Видите Ну это Кроталусы Травить Могут Они Косые Вообще А Это Найка Снайпер Конечно Нужно Тупить Да Хорошо Хорошо Ребята Живем Ой Взрыв Еще Точно Точно Вот Это Мне Кстати Очень Помогло Потому Что Сейчас Стеночки Сняли Верх Тоже Сняли Все Прекрасно Простреливаться Сейчас Будет Прекрасно Кто Опасный Найки 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 Най Гвардеец Давай Кам Я Подстреливает Наю Правую Вжух И нет Найки Ага Вот Тут Как бы Халява У меня Больше Вопросов К снайпам То есть Кого Тут Лучше Забрать Краталус Гвардеец Краталус Гвардеец Там Овервоч На Овервоч Пофиг Давай Лучше Краталус С большей Вероятности Постреляем Промах 97 Не царапина Промах Промах Так Кот Ломится Дверь Надо его Выпустить Секунду Что такое Бесс Что тебе Открыть Открыть Дверь Открыть Ребят Если Если Меня тут Два таких Пака Встречают У входа То Наверное Лучше Не врываться В Главный Зал Потому что Там Может Тоже Быть Какая То Какая То Жесть Может Быть Руки Молни Тяжело Копейщик Пробуем Стрелить 50 на 50 Мажем За кавром Где Ничего страшного Тут Любой Из трех Выставок Если Попадет Добро Тут Напрашивается Двойной Лукой По Бронированному Привратнику Можно На него Поставить Метку Там Снайпер Все равно С Целеуказанием Клеон Да тут На самом деле Как угодно Вообще Как угодно На Привратника Целеуказание Снимем Армор Не забывай Про Овервотч Самое главное Не забудь Про Овервотч Там Ниндзя Стоит Без кавера Тебе Нужно Будет Еще Краталус Снимать Так Лука Да Говоришь Бегил Огонь Привратник 70 Главное Чтобы Один Выстрел Попал Просто Снять Три Армора Из Четырех Да Вот Это Зря Конечно 70 Не попал Но Следующий Попал Хорошо И Халявный Выстрел Одинарный Потом Выстрел Двойной Или Можно Сделать Серию Выстрелов Ну Как бы Он Так И Так Умирает Хотя Нет Давай Лучше Сделаем Серию Красиво 74 9 30 А почему Так Слабо 469 Взорвался Архона Заодно Кстати Забрал Так Перезарядка Уфомича Что делать С кротаусами Пока не совсем Понятно Наверное Надо снимать Overwatch И Учитывая то Что это Нинаи Просто Тоже Их Принимать Просто Принимать С тым Неплохо Следующим ходом Будет Ну Сейчас тоже Перезарядочке Надо будет Сделать Тем Кто Нуждается В этом Ну И Дожидаться Отката Некоторых Обилок У Того Ж Самого Чамандра Главная Обилка Рефлекс Легкий шаг А Точно 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 Да Все равно Хотя Чего Все равно Там же Легкий шаг Вообще Не срабатывает Оверы Класс Хорошо Они кривые Капец Реально Ни один Овер Не срабатывает Фланг А это Рывок Ладно Тут Пять Не надо Пять Лучше Вот так Вот Посмотрите Вдруг Там Пак Новый Объявится Не объявился Тогда просто Выстрелы Из пистоля Блищ 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 Хорошо Если что Можно было Конечно Приказом Пошатать Зачем Тут Наверное Лучше Рейнджер Вот так Подойти Опять же Веерный огонь Хорошо Хо-хо С поджиганием Так Паки Ушатали Здесь Я бы Вот так Второго снайпа Вырил Потому что Мешает мне Этот кавер Немножко Друзья Перезаряжаемся Вход В главный Зал Расчищен Надо было Уходить В инвест Ниндзи Это Я не Недоконтролил Сейчас будем Заходить Проверяем Перезарядки Проверяем Чумандры У меня Две Заморозки И Четыре Светошума Все еще есть То есть Я не Отстреливал Ничего Поехали Да Вот она Перебивка Невероятно Станция Целиком Погрузилась На дно Океана Но оно Долго ли? А реально Мы под водой Всему свое время Доктор Ваш вид Лишь тень Нашей истины Мы боремся С тем Что грозит Поглотить Нас всех Ваши старания Ставят крест На жертвах Тех Кто был до вас Вы не оставляете Нам выбора Готовиться Готовиться надо Я тоже Чаман Вжух И улетел Кстати Они тут Изменили Кавера По внешнему Виду Так Ну что 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 Миша Что Миша Идем Идем Видимо Не всеми Я вот не знаю Не Сейчас посмотрим В общем Как они будут Появляться Да нет Идем всеми В общем Идем всеми Только чумандер Аккуратненько Сколько тут Сейфлодов Был Эх Да Кавера нет Она не такая А вот По всему периметру Основания Не маленького А большого Насколько я помню Это меня Конечно Просто Выбешевый Может глухую стенку Разломать обилка Чумандера А не факт Что она ломается Мне кажется Что это Одна из тех Стены Которые Никак А тратить Сейчас обилку Чумандера Учитывая То что Сейчас могут Полезть Тоже Товарищем Не Я думаю Все таки Все таки Идти ближе Друзья Сейчас могут Уже просто ТП срабатывать Начать По скриптам А если так То это будет Просто Это будет Очень плохо Света шумного Торнец Бывает Понятно Возможности Я очень много Всего Оставил Хорошего Под Научкой Вместе Осколочные Гренки Тут Наверное Лучше Вот так Встать Одна Клеточка И Все С Богом Не Ну видите Из порталов Не лезут Пока Это Хорошо Хотя Мы можем А это Полу Кавер Да Вообще Эти ворота Они Сильно Ограничивают Снайпов В работе Скорее всего Пойдет движух Как только Аватар Увежу До сих пор Не решил Где принимать Где их принимать Если сюда Пойду То Снайперу Можно Сказать До свидания С этого Угла Можно Просматривается Толпица При этом Еще Нельзя Читовая Ренджами Подходим Психами Нет Аватаром Тоже Нет Ренджами Пулеметчик Не поехал Аркаша Тоже Нужен Лука Нужен Сам Разбомбил Здесь все Как я отступать После этого Буду Если захочу Никак Просто Вообще Нет Укрытий Никаких Еще не поздно Попробовать Их Всегда Выманить Тут Инвизован Хорошо Будет Работать И Снайперы Будут Работать Да Давай Я Лучше Буду Принимать Их Здесь Сейчас Мы Попробуем Ниндзи Там Плюс Приказ Как Нибудь Ванили Ты Принимал Их Всех Новостей По-разному Перезарядиться Снайпом Короче Ладно Ренджер Брюс Нетребователь К Ковером Аватар Лучше За Фул Ковером Пусть Стоит Ну Давай Попробуем Полим Ориентирован Не Полим Так Здесь Нужно Только Аркаш Оставить Друзья Только Аркаш То есть Возвращаем Луку Он Должен Вообще Стоит В одном Месте Никуда Не Ходить Для Бонусов Возвращаем Пулеметчикам Как раз Полу Ковер Нужный Аркаш Ближе Сюда Уже Опасно Мне Давай Лучше За Ковер Трех Аватаров Необходимо Забомбить Плюс Все То Что Будет Прибегать Здесь Точно Пулем Уже Ребят С Богом Поехали Да Пулем Вот Вот Красавчик Где Аватар А Вон Справа Два Армора Архонт 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 Змеи Он Бежит Справа Великий Архонт Причем Блин Какие они Жирные Ох Там За ним Да За ним Этот И вот После этого Будут Валить Из Порталов Нереально Лучше Их Принимать Уходим Ну что Снайперы Предлагаю Дым Кинуть Заблаговременным На ключевых Бойцов Что По центру Я предлагаю Дым Кинуть Кем-то Другим Снайперы Как раз Могут По Овер Уочить А дым Я резервный Давал Кажется Кому-то Из Психов Вот Пусть Они И дымят Да У пуха Есть Дым Так Рейнджер Там Плохо Стоит Да Давай Вот Так Трайль Тогда Даже Четверых Поехали Рейнджер Надо перевести Сейчас будет Всех Так Полукругом Стоим Понятно Что Полукаверы Но Ничего Прорвемся In the zone Я думаю Рановато Нужно Следующих Вот Отпилить Тут Просто Овер Перезарядка Точно Не нужна In the zone Тоже Следующий Раз Бластер Я вижу In the zone Есть Да Че Рейнджер Как Поставить Похитрому С одной Страны Уходить Далеко Нельзя Давай Касовой Мария Местами Поменимся Потому что У Этого Рейнджера И точность Выше Игр Больше Что-то Я Ссу Ребята Приказ Достанем Достаем Приказом Уходим Всеми Ну как Аркаши Не уходим Блин Тогда Не стоит Вставлять Аркашу Захватят Нас И все Уж лучше Пусть Ниндзя Вытанковывает Нет Да Давай так Так хоть С фланга Не обойду Классный Приказ Был Ребята С богом Уничтожьте Аватаров Появляются Трезми И каждый Ход Они будут Валить Каждый Ход Ребят Главное Аватара Быстрее Вышатывать Архонт Стреляет Уже Фулкавер Держись Аркаш Попал 32 Еще Архонт А вот Еще Архонт Но видит его Рапонга Мажет 0% Блин Архонт и Змей Это худшее Что можно было Придумать На такой стадии Что это Крылья Что ли Пылающие Держись Держись Ох Ниндзя Пробил Аватар Через стенку Пси Еще Пак О Огромный Крысы Капец Короче В Лонг Воре Они появляются Каждый Два раза Заход Это грязь. А как я это буду уносить? Это два пака за заход плюс основные. Здесь у них еще будут резисты ковер-вотчем. Такие вот дикие конские. То это ггшечка. Ладно, соберись. Значит, две зоны. Здесь оверы. Аркашу возвращаешь, этого лечишь. Одна зона получается, да? Если ты его лечишь. Да, лучше давай распределим зону. Здесь светошумы хорошо надо кидать. Из ориентации тоже. Надо из Вижену просто уходить. Пытаться как-то сюда. За ковр я не могу встать. Нет ковр. Разве что вот так вот на этот фланг будет. Мне кажется, лучше куда-то сюда убежать. Перезарядка. Здесь, наверное, надо Архонта пытаться ушатать. Явно не на овер вставать снайпами, потому что они... И аватар, главное, не пришел. Это просто провал. То есть то, что он через стенку, благодаря Вижену, смог... Лука, овервотч... Лука, овервотч... Лука, овервотч... Лука, овервотч... Лука, овервотч... Лука, овервотч... Как-то вот так, наверное. Все равно ему справа мешает. В Амарию можно сюда перевезти, кстати. Чтоб меньше было требований к углам. Аватар оттуда не выйдет. Ну тогда это вообще проблема. Но проверять я, конечно же, это не буду. Я пока уйду ниндзи. У Фолуна вторая зона есть. Но я не уверен, что сейчас стоит ее транжирить. Тем более не тройной овер. Может быть, пространственным шибануть через стенку потом... Да, наверное. Наверное, Чамандр имеет смысл подвести. Или через приказ его подводить. Смысл в том, что если аватара выходить не будет, то мы должны наносить как-то по нему урон. А, мы можем, во-первых, сделать ниндзи пистолетом невидимым. То есть оставить здесь кого-то, выйти в инвиз и как-то под призраком прорваться в угол. И тогда у нас будет инфа о том, что там происходит. Ну там такая жара уже сейчас. Там такое количество... И будет с каждым ходом по два пака падать. Какая-то грязь. Надо захватывать, да, надо захватывать. Нужен контроль. Нужен контролить какой-нибудь шар ждать. Или архонта большого. Захват нужен безусловным. Ну ладно, подойдут поближе. Будем захватывать, кто останется. Блин, ребят, такая грязь. Давай-ка я слияние разумов на всякий случай на Аркаш. Не дай бог, сейчас они до него дойдут. И еще с фланга критовую, чтобы ему защиту было накинуть и вторым психом. Кидаем ему девяточку там или сколько защитами. Восемь. Восемь. И ждем. И сейчас будет... Ё-па-ра-с-а-те-а. Еще аватар один. Второй аватар появился. А мне рассказывали, что не появится второй, пока ты этих не убьешь. Опять, блин, эксперты, конечно, меня радуют. Два Андромедона. Сектоид Коммандер. Мутон элитный. Ё-моё. Как мне это уносить? Как мне это уносить? Кроталус на овере, слава богу. Отходит Архонт. Отходит еще два Архонта справа. Ну, одного один хит. Я не знаю тут, насколько. А, ушатали сразу. Хорошо. Да, главное, Кроталусов ушатывать, потому что у них вообще дичь. Еще один Архонт. Еще змея. Вот что это такое? Ооо. Как раз по Аркаше стреляла Найка. Капец. Мне вот эта Найка еще аукнется. Ё-про-сетэ. Реально не два раза в ход появляются. Уже два Аватара. Тут еще три кодекса. Это такая грязь. Это вообще ничего общего не имеет с оригинальной частью. Вообще ничего общего. От слова совсем. Мне нужно режим на Аватара. Ладно, давай захват, наверное. Эта стенка не ушатается бластеркой. Ладно, давай с этим паком разберемся. Кого-то захватим, там будем действовать. Что видит у нас Чамандр, блин? Никого пока он не видит, пусть там овер, не забывай. Змейки. Захватывать надо. Можно, конечно, захватить другим психом. Там же вероятность-то... 78. Почему нет? Да, я попробую. Промах. Еще ж надо Найку ушатать. А Найку я не вижу. Не, ну, Снайперам надо убивать Краталуса, естественно. Всех Змей, у которых молниеносный рефлекс. Это безусловно. Причем лучше шатать... Товарищам с большей точностью. Хотя там... Там дамага не хватит, скорее всего. Так... То есть, у меня задача... У меня задача... Убить трех аватаров, которых я даже не вижу. Притом, что... Там... Два раза вход появляется в паке. Так, сняли овер. Собака. Надо подходить этим. Прям. Алиску, скорее всего, чуть назад. Я понимаю, что не оверы, но ей нужно... От нее тут очень многое будет зависеть. То есть, она не должна вообще рисковать. Ну, как бы и Чумандар-то не должен. Но он, по крайней мере, может кастовать. Делаем контроль. Великого Архонта, да? Ну, конечно, Великого Архонта. Видишь, Найку увидим. Да, Найку увидели. Но ключевое мне увидеть каким-то Макаром... Аватаром. Он ведет себя очень похоже на кодекс. То есть, по сути... Да, кстати, можно там каверы действительно уничтожить, пока есть токция такая. Мне все равно с этой поляной работать. Ну, Лука, скорее всего, вот так вот закроют просто их. Хотя там каверы что-то вообще... Каверы не уничтожаются, оказывается. Ну, не все. Далеко не все уничтожаются. В чем смысл? Аватар при попадании рандомно меняет... Ну, меняет свое местоположение. Подрыв еще, кстати, можно сделать какой-то. И... Ну, это как раз возможность. То есть, я, в принципе, могу попробовать с кем-то захваченным, там, выщелкивать... Там крысы уже бегут. Тут еще с... С укрытием беда. Отсюда не видно будет хрена. И оставим, как стоим уже, все. 56 краталовый с раз. Ладно, ладно, все нормально, все нормально. У тебя же команда, 13 человек. Михаил. Михаил. Михаил, все будет хорошо. Зачем тебе там разломы? Тебе нужно Аркашу увезти. За укрытием. Ну, так, чтобы он гренки китал. Вот здесь, в принципе, неплохо. Так, тут можно поджечь Архонтов. И одного, и второго. С очень высокой вероятностью, чем я, собственно, и займусь. Ну, либо... Нет, подруга не будет. Давай. Одиночный выстрел и двойной. Подожгли одного, скорее всего. Да. Шквалочку, естественно, тратить нельзя. И второго пробуем поджечь, ну, и двойной выстрелом. Шатай. Первый промазал, 72 стреляем. А, второй стреляли, получается, да? Так, тут овер, естественно. Тут овер, естественно. Тут, блин, плохо, но овер, естественно. Ребят, это жесть просто, жесть. Просто появляется народу больше, чем я могу унести. Вот в чем проблема. Главное, инвиза мне нет. Здесь я потерял. Этот горит, один под контролем. Найка должна дернуться. Хотя даже не Найя, судя по пушке. Это вайпер просто. Ну, будем здесь перенимать врагов. Самый большой вопрос, как мне... Ё, Барис, это я. Тут и каверы не надо сносить, они все равно подожгли. Ой, хорошо, разрыв сразу, минус три армора. Как мне главного-то... Заставить на себя выйти. Через захват самый простой. Этих-то ушатаем. Убей меня, бей. Все, что ты можешь, это бить. Еще крысы бегут. Красавчик. Я попробую на этот ход архонтом наполовинку выйти, чтобы попасть по аватару. Потому что если он стрепортируется куда-то на эту площадь, то по нему мы сможем... Может быть, даже сразу заморозку он не будет пульнуть у него. Там подвис крыс. Такое бывает. Ой, но финалка вообще непростая. И совсем непроходная, не то что в оригинале. Тут как бы даже... Там не было таких крысолидов, там не было таких архонтов, там не было такой механики с появлением паков. И аватаров. Командир, да. Переделай. Ну, пере... Пере, кстати, можно, да. А вот это Найка. По кому? Да что вы делаете? Что он делает? Он как будто трупы поднял в противоположной части карты. Стоп, стоп, это кодекс. Да, вот он, это аватар. Архонт еще живет. Я хожу. Я хожу. Телепорт. Новый, да. Ладно, это... Ну, басы. Один командор, двое обычных. Фух. Сейчас второй уже дроп будет. Там в одном дропе два Андромедона, напомню. А нет, второго нет почему-то. Ладно. Видимо, не постоянно. Короче, смысл в чем? Я полагаю... Прилетело мне Архонту вот отсюда вот. То есть, скорее всего, он здесь стоит. Судя по тому, что в эту клеточку нельзя зайти. И, видимо, надо сюда пылающими перьями закрывать. Хотя пылающие перья – это половинка хода, поэтому я могу пробежать сначала. А у вероочек тут нет. Да, он стоит. По флангу выстрелить по нему маловероятно. А учитывая то, что он не сходит с места, вроде как, наверное, лучше пылающие перьями. Поехали. Даже если Архонта убьют, пылающие все равно упадут. И там, глядишь... Вообще, с этой позиции можно даже как кто-то из снайперов сможет его увидеть. Погоди, 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 погоди. Вот, типа, с этого угла как-то по хитрому не... Я даже его не вижу там. Есть. Отсюда смогу снайперам его снять. Короче, просто знай. Пылающие перья... Точнее, икаром можешь в следующий ход, если он телепортируется не туда. Короче, нормально. Можно будет подоставать, можно будет порасстреливать. Какие задачи? Задача снайпов убивать. Снайпов убивать. Где-то у тебя угла для снайперов. Так, тратим ли руки молнии? Дым закончился. Да не надо руки молнии пока тратить. Если видишь двоих, это ни о чем, да? Но снайпер-то надо как-то ушатать. Может, все-таки под контроль попробуем его взять. Какая там вероятность безумия сделать на крыс? Давайте подойдем, посмотрим. Сорок три. Не поддается. Пространственный разлом можно сделать. Чисто чтобы снайпера ушатать. Я вам больше всего... Ну, хотя это... Это вообще снайпер? Давай начнем с... Я не могу архонта выбрать, да? А, вижен не будет. Ну, просто я по это самое. Какое мне смысл сейчас по нему стрелять снайпом? Если по нему все равно перья ударятся, и они куда-то... Не, да ладно, давай. Икар? Давай, Икар. Действительно, я лучше про... Про... Проверю. То есть мы брали... Мы брали пептара, проверяли... Как мы видим, того упырядаем. Так, видим. Там был, кажется, кавер. Вот отсюда, да? Да. Отсюда видим, отсюда видим. То есть вот... Вот это вот точка. И сюда мы... Телепортируемся. Икаром прыгаем. Можно даже серию запилить. Что он может... Да, давай я сразу серию. Там и крысу можно убить. И... Хотя нет, серия... Серия, скорее всего... Вот он. Вот он, сучок. Бронированный гад. Ладно, давай. Главное, телепортируйся ко мне поближе. Поближе, прошу. Попали. С лабо царапиной. Ближе, ближе. ТП. Есть! Ближе! Хорошо! Пиптар, видишь его? Видишь. 75. Или даже сейчас... Бежать и замораживать его, пробовать. Не достану я заморозки. Точно не достанешь. Может, светошумом оглушишь. Светошумом достанешь. Тихо. Луч, кубикири. Кубикири, там кавер у него есть, понимаешь. У него есть кавер. Крит там очень маленький. Дело в том, что если я по нему попаду сейчас, он может стпшиться в рандомное место. То есть мне нужно сейчас либо наносить конский урон, либо его просто как-то... Мне кажется, светошум с 50% вероятностью оглушения может зайти. Я психом не накину, если что, ему... Ближе, он может не сможет телепортироваться. Если он действует так же, как кодекс, то он, в принципе, у него выключится это самое... Да-да-да. У него не должен работать телепорт, в принципе. Поэтому подходи как можно ближе. Быстрое развертывание. Я смогу еще увезти, если что, тебя. Быстрое развертывание. Достань, родной, достань. Есть, достаем. Есть. Поехали. На него не работает дезориентация. Понятно. Буду знать. Ну, смотрите. Я могу попробовать ему снять кавер плюс броню. Понятно, что он телепортируется, но есть вероятность, что... Слушайте, а у тебя осколочных практически не осталось. Это такой провал. Лучше тебе их не тратить. Блин, одна осколочная осталась. Ладно. Давай, Пеп. Попади, пожалуйста. Очень надо. И главное, чтобы он и попал, и степортировался еще ближе. Давай, Пеп. Попал, пятнашка. Хорошо. Давай, к концу мира. Давай, ближе, ближе. Дальше. Я его не вижу даже вторым снайпером, если бы серия была... Стоп, а он под перья не попадает, под сплэш? Не, не попадает. Чок, а? Думаю, здесь надо просто по огромному кресолиду стрелять. Ну, потому что шансы охрененные. У пулеметчика три выстрела и этот колоссальный урон по одной цели. Он не видел того товарища. И у него точности бы не хватило, чтобы нормально пострелять по нему. предвосхищая... Так, мы с пистоли добьем этого упыря. С пистоли оверлочи. Короче, очистили мы немножко этот мост. Ракашу назад. Ну, конечно, без ковер сидит. Алиска можно было бы даже его подлечить, но нет. Пуха надо тоже убирать. А черный разлом? Да по кому там черный разлом, слушай? Не, Найя беспокоит. Ну, это вроде не Найя. Дым, дымов мало, и пока никто не угрожает. С чего мне дым кидать? Это только... Я снес треть у одного из трех боссов. Понимаете? Чтобы, как бы... Это... Это очень мало. Может, пространство дым достанет. Ну, пространственное можно, но двоих жалко. Просто-напросто жалко. Вдруг поломится. Надо было аспирантом пистолетом убивать. Опять они, это самое. Мог сейчас получить себе разведчика хорошего. Пять безликих и третий аватар. Ё-моё! Всё, фулл хаос, короче. Ай, я просто... Жесть. Ну, с другой стороны, если бы я туда внутрь пошёл, это был бы такой хаос. Три аватара. Человек 60 внутри. Там никакая серия тебе не поможет. Нет, кажется, я правильно делаю, что позиционно здесь стою. Так хотя бы можно периодически захватывать. Подсвечивать, как-то его выманивать на себя. Ну, это жуть. О, аватар приходит сам! С кодексами! Ой, шикарно! Шикарно! Нет, не шикарно. Чё он там делает? Они откуда-то где-то трупы поднимают. Как бы ко мне сзади потом человек 40 не пришло бы. Зомбарей. Блин, аватар пришёл. Аватар пришёл. Да, это Найка. Стреляет по... Нет, это не Найка. Стреляет по Рхонту. О, забомбим. Куда ты пришёл-то, друг? Зачем ты пришёл сюда? Вот очень хорошо, что второй аватар пришёл. Хорошо, что они выходят, в принципе. Тоже эксперты говорили, что они не выходят. Попадание 69 по Архонту. Архонт там как-то держится, но я не верю в него, конечно. А, отодвигается это из-за Архонта. Ну всё, Архонта ушатали. Там будет период, взрыв. Но по аватару я не достаю. Слышу Майкоп ещё. Сейчас мне нужно это левого аватара. Интересно, заморозка на него работает? Приди должна. Так, кто его видит? Кто его видит? Снайперы его видят. Пеп может сразу отстрелить ему. Ты видишь только одного, да? Так, давай-ка сейчас подумай. А что думать? Никто, кроме снайпера, его не видит. Поэтому давай-ка... Ты нормальный урон наносишь к кодексу. А, это кислотный точно. Чтобы не с пистолета начинать, чтобы он плодился. О, там их много. Да, там Андромедоны. Там Андромедоны. По два хита. Сейчас уже можешь отстреливать пистолетом, по крайней мере, одного. Вообще, сейчас лучше выманить аватару. Ну, то есть опять стрелять по аватару. Пытаться. Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Пронсоцательный разлом. Заканчивает вывозжение. Большая зона урона. Если находится в зоне поражения, может быть глушен. Дезориентирован. Высоцательный не может быть. Так, это нет. Это нет. Это пока точно нет. Да давай, давай, давай. Или осколочный. Нет, давай без осколочных. Вот, Миш. Серьезно, давай без осколочных. Пробуем попасть по второму аватару. 74 точность. Пептар, давай, родной. У него бронебой. У него урон хороший. Попал 16. Хорош. Куда он степаешься? Давай прямо на мост. Прямо на мост. Прямо на мост. Прямо на мост. Давай сюда, к нам. К нам. Есть. В тыл. Нормально, нормально, нормально. Так, фух. Шквалочка. Подрыв. Что у нас самый серьезный урон наносит? Кроме пулеметчика. Кроме пулеметчика. Что у нас самый жесткий урон наносит? Двойной выстрел рейнджера. Беглый огонь. Беглый огонь. Плюс бронебой. Ты видишь его? Видишь его. Подрыв сделать сможешь? Сможешь, конечно. Может проверить заморозку, а? Может реально заморозка сработает? Попробуем, по крайней мере, этим... Господи, двойной выстрел. Не, надо проверить изморозь, по крайней мере. По крайней мере, изморозь проверить. Да-да-да-да-да. Да у меня две обморозки, но, как бы... Подходим с тыла, раз. Изморозь, давай. Сорок шесть? Понятно. Тут нужен будет разрыв. И подрыв. Короче, сейчас будем... Будем гранатку кидать, пробовать. Дуплетом. Да там дуплет маленький, урон. Там морозит надо вместе с ниндзи просто. Хотя, может, найдешь точку? Нет, есть вроде. Вот она. Проверяем морозку. Если работает, конечно, очень-очень хорошо. У нас будет возможность тогда... Ну... Есть, работает. Так, первого аватара убили, считается. Здесь подрыв делаем. Чтобы стреляли все... Ну, не сходя с позиций. Потом делаем разрыв для бонусного урона. И ушатываем его в один ход. Раз. Ковра нет. Это да, потом и ушатаем. Ох, тут хорошо. Давай разрыв сначала. Три бонусного урона. Раз. А потом и лукой двойной выкинул. Креет огонь! Загинем. Просто. Сейчас в два хода мы его ушатываем. Можно руки молнии, но я, наверное, лучше... А, нет, не лукой. А фомбичем. Но фомбичем тогда лучше тоже сначала выстрелить по... Да, обычным стреляем тогда. А ты так и так его ушатываешь. Не трать патроны. Не, не факт. Можешь не попасть. А, первый аватар. Ваншот просто. Скори там. Прекрасно. Уничтожьте два аватара осталось. Но то, что они выходят постепенно, это, конечно, обнадеживает. Фух. Уничтожаем кодекс одного. Ну, кстати, лучше сильно не толпиться. Возможно, даже... Да, но тут оверы не помогут. А, потому что... Они же тпшатся и действуют. То есть я, конечно, оставлю, но главное не толпиться. На мой взгляд. Нужно было, опять же, попытаться набить ниндзей. Ждем новых аватаров. Давайте. Уже неважно, как бы. Пофиг. Ой-ой-ой. После дизеринта. О! Да, подкреп продолжают приходить. Шардвархонта. Ну, кстати, подкрепы дальние. Вот, которые в дальних порталах, по крайней мере, появляются. Они к нам не идут. Это очень хорошо. То есть они не знают, видимо, куда идти. Телепорт. Да, вот так вот кодекс умеет. Накрываю этого Ешки, да? Понятно, разлом делают. На четверых, пятерых. О-о-о-о-о, на шестерых. Крысалит еще бежит. И это тоже подходит. О, там Андромидон еще стоит, я вижу, слева. Так, на самом деле, мне нужно шар захватывать просто. Нужно захватывать шар. Будет. О-о-о-о-о-о, там 44 стреляет. О-о-о-о-ой, 15. Блин, сволочные змеи. Андромидоны здесь. Два стоят. Может, чуть-чуть отступить. Да-да-да. Да-да-да, кстати, это логичный выход. Сложившийся ситуации. Так, снайпер. Ересь. Все зомби, а это... Это кодекс. Вернутого кодекса, конечно, хочется ваншотнуть, чтобы он вообще не, алло, не... И не стрелял. Ну, хотя он и не может стрелять. 28 урона. Боевой азарт. Это так. Давай лучше устойчивую позицию, последующий выстрел. Так, тут оружие не вышло из строя, но здесь, видите, проблемы с каверами. То есть, я лучше вот сюда вот отойду. С полу-кавера до фул-кавера. Здесь надо отойти, к сожалению, еще подальше. Потом, возможно, вот сюда вот и вот сюда сможем вернуться, но сейчас... Сейчас ничего не остается. Хорошо, свободные перезарядки есть. О, снайп видит кого? Крысу. Я думаю, что снайпа нужно возвращать, потому что... Пока подсветки нет, лучше все-таки поставить его для бонуса по точности, для дополнительного действия. И кар работает прекрасно. Да, у Луки проблемы, потому что... Потому что он ближе всех стоит. Наверное, я его сюда поправлю. Хотя не факт, что вот с этого он сможет левых видеть. Фомбич тоже пустой. Чуть назад. Но у него, видите, патронов нет уже. Потому что перезарядки закончились. Фолл он может, типа, действовать. Но... Смысл как? Его единственное, кого видят. Поэтому лучше, наверное, сделать овер. Отступить сделать овер в отчетаже. Психов, естественно, отводить нужно. Прямо 100%. От них вообще толком маловато. Это черный разлом. Может, вот так вот психа стоит. Не-не-не, Михаил. Михаил. А, его же не видят. Давай ты вот сюда вот. Вообще, психи могут через станку спокойно кастовать. Их не видят, а они кастуют. Вжух и все. Прекрасно. Мне нравится. Классно, классно. Вот это хорошая штука. Второго психа я, пожалуй, направо уведу. Можно и Чумандра туда отвезти. Вот это очень хорошо. Звук начал лагать еще. Там Андромедоны в очереди. Пускай пойдут. Надо было это раньше сделать. Ё-моё. Так, чё, Брюс? Ну чё, Брюс? Брюс ушатывает. Ребята, неужели сегодня мы... Короче, финальная миссия. Вторая ее часть. Чумандра направо, наверное, да? Исходя из логики, чтобы не было вижена, но ты кастуешь. Можем даже в этот ход это сделать. Там остался один. Да, давай вот так вот. Там остался клон, кажется. У него должны быть тоже хита четыре. Я его должен копьем ушатать. Да, хорошо. Последний зал. Последние враги. Надо уничтожить три аватара. Зря, кстати, не это самое. Этот умер, этот взрыв. Никого не задело, слава богу. Надо будет сюда парочку товарищей вернуть. Фулкауэр. Фулкауэр даже трех, наверное, мы вернем сюда. Хорошо будет стоять. А, я зомбаря убил. Ясно. Сейчас посмотрим, как они себя будут вести. Оооо. Это сектоид командер зомбарей поднял. И реанимация справа, зомбарь. Как он так задел? Нифига себе, какой у него ауе. Одного аватара мы ушатали, потому что повезло. Тут огромные крисолиды бегают, как вы видите. Звук лагает. Зажигаем крысу, но у нее дофига хп. Двойной оверт. Броня там еще. Лука там как? Это не Лука. Ооо, хорош. Фулан разоплотнил. Значительно миссия сложнее, чем в оригинальной версии. Значительно сложнее. Особенно финальная комната. Ооо, там уже пачка. Ооо, там уже... Да, надо их здесь принимать, друзья. Только здесь. Они валят сюда. Они не стоят, не ждут, как в оригинале. Они идут на тебя. В этом-то, с другой стороны, и плюс. То есть, может быть, и остальные аватары подтянутся. Грязь. Так, выходим из игры. Звук залагал. Будет сохранение. Сделать сохранение не удалось. Шаг в тень. Да-да-да, надо на зомбаре сейчас шаг в тень сделать. Хотя я на самом деле сомневаюсь, что мне удастся ниндзи через этот мост, учитывая то, что там с двух сторон на тебя лезут паки, как-то пробраться незамеченным. И даже если ты проберешься незамеченным, в лучшем случае ты найдешь точку, из которой сможешь снайпером стрелять по аватару. Это в лучшем случае. То есть, ниндзи, ты там ничего другого сделать не сможешь. 60, говорит, Гольф, он уже убил человека. Ну да, здесь, видимо, на миссии будет вообще жара. Это не предел. Как бы еще два человека, причем я не знаю, где они. И враги лезут. Да, зомби сбоку один можно пистолетом. Ну это лишним точно не будет, потому что ниндзи в принципе делать нечего. То есть он такой, он без рейнджовой пушки, он разведчик, он свою задачу в принципе выполнил, когда вот разведывал паки. Правда, все команды пришлось его спасать. Но он нормальный. Но лучше, чтобы он был в ниндзи. Да, дело как в первый раз захватываю кого-нибудь. Ну как будет, кто, естественно, захвачу. Причем там еще КД, кажется, 5 ходов у нашего Чамандера. Захват. Ну и плюс сейчас у нас просто зомбарей. Надо на Дормидона какой-нибудь дождаться. Пока он живой, его захватить-то можно. Потом его, правда, сломать можно. Так, зомбари это мясо вообще. Никчемные, ничего не умеющие мясом. Моя задача. Моя задача выйти в инвиз ниндзи. Действительно. Там пистолет грейженый. Я думаю, что урона там и должно хватить. У него что-то вроде 6-8. Плюс крит будет хороший. Шаг в тень. А, заморозка, кстати, откатилась. 5-80% крит. Нет, погоди. Кто может помочь? Так, чтобы аккуратненько. Пулеметчик может в ножевую пойти. Я боюсь, если здесь выстрелят руки-молнии, и тут разорвет просто зомбаря и все. Руки-молнии от выстрелы из пистолета ничем не отличаются по дамагу. Пистолет у них одинаковый, да? Давай в ножевую. Чего? Есть пулеметчик. Ножи я там не грейдил, так что будет 4 урона каких-нибудь. 3-4. 3-8. Ну, черёж там 7. Да хватит! Класс! За это спасибо. Кританул с ножа. Так, ну это ерунда. Вот этих, на самом деле, упырей лучше снять простыми выстрелами. То есть... Да, психа можно было аккуратно задумножить. Лучше руки-молнии здесь опять же попробовать ушатать. А тут, конечно... Да, очень жаль. Двойной овер. Так, ну Аркаше делать нечего. Он может стрелять. Он должен стрелять ему. У него оверы слабые. Пусть ушатывает. То есть, корей. Диен. Тоже у него есть халявый выстрел. Подчеркивание. Бальтова, спасибо, радостно. Поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Эфериал просто суший макро-адвентовец. Я не понимаю, зачем он вызвался за ничью. Прием ушества было у него на стороне. Он мог бы просто полететь от половины архонтов и поехать мутонами в атаку под архонтами, сделать разлом и просто тупо убедить кому, у которого был один аватар и два снайпу между двух. Да. Это было возможно. Я не уверен, что отсюда я увижу. Да, так и есть. Короче, косяк у Фомбер. Пусть он лучше за фулкавер идет. Так, тратить выстрел не хочется. Надо вот сейчас прям взять и занять правильные позиции, друзья. Наверное, все-таки вот по этим каверам правильно. Психам для рейнджа лучше, конечно, подойти. Пусть это будут полукаверы, то есть за основной группой, но они хотя бы тоже видеть будут врагов. Нет, ну что же ты делаешь? Ты же решил психами издалека действовать. Василий, Михаил, ну я... Ты ошибаешься уже, раз за разом ошибаешься. Капец. Это двойной, верно, нельзя ушатывать. Ну давай, Фэрлорда, тогда ушатай. Понимаешь, что-то хреново все. Может, объем его? Вжуху нет. Пауто, подчеркивание, арун, подчеркивание, поддержал ваш канал. Продолжение. Рублей сообщает. С двух ренджами против адвента. Кава лимит. Это смешно, просто смешно. В любом случае, у него стояло столько зомби, что даже если бы он не смог убить всех разрушителей, то он мог бы просто портать этих гренок. А если бы даже не добил, то все равно разрушители бы их слили на его зомби. Так, Чамандрая назад. Хотя, наверное, ему как раз нужно, чтобы Вижен был на Андромедонов. С богом, друзья. Живем. Смотрим, кто появляется. Кто идет. Бежит. Ой, бежит аватар. Давайте, ребята, его. Бомбите, друзья. Бомбите. Зажигайте. 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 Попали. Зажгли. Ой, броню убили. Второй выстрел от Луки. Хорош. Еще, 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 еще. Давайте, ребята. Навалились. Навалились. Девятка. Ой, тринашка. Там отсталось-то. Господи, не всего ничего. Алиска еще с двумя выстрелами. Мимо. Ну, Алиска. Давай, второй попадай. Второй попадай. 54% еще. Алиска, второй выстрел. Давай, 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 давай. Главное, мы его зажгли. Он даже ничего сделать не может. Мимо. Еще присоединяется. Ну, бас, ниндзя. И... Ой, Фолланд с тремя оверами. Девять. Мимо. И третий давай, третий давай. Фух. Так он горит. Блин, это соседи сверху. А что это за взрыв? С чего это взрыв? Ё-моё, там народу. Там андромид. О-о-о-о. Короче, нужно сюда осколочную последнюю. Стреляют по психу. Надо убирать психовзвижины. Зомбаря поднимается. Чок. А, взрыв от шара. Так. Там багнутый кавер. Безликий бедит. Господи, какая толпа. Ну, сейчас осколочную должны резать. Как раз вот. Есть слева каверы безликих. О-о-о. Жесть. И справа аватар второй. Господи. Слава богу, я туда не пошел. Сражаться с ними. Потому что, в отличие от оригинальной версии, где там все постепенно, тут в два раза больше тпшится, сами враги пожестче. И еще аватары были. Все бы трое сразу у меня. О, Хархонт еще. О, Паникат и Кара. На-на. Я твоего короля. Знаешь, что с ним делал? Я думаю, ниндзи сейчас надо... У меня тут игра подвисла просто. Ниндзи попробовать надо резануть этого упыря. Даже не морозить, а именно резануть. Потому что это единственный такой ход. Правда, 59 всего лишь. Давай. Попади, 60%. Давай, аспирант. Хорош, да. Есть, попал. Царапины, правда. Ну что, тпшся? Отлично. Тут как бы полукавр. Мы его ушатываем у второго аватара. Так, как вы относитесь к серии? Серия есть. Великолепно, друзья. Великолепно. Так, давай-ка мы сначала подрешетим осколочными... Ой, тут можно много тут захватывать. Надо будет. Для начала, для начала. Сделаем, наверное... Получай всеми. На пол поликавжух. Потому что не стоит. Ну, как бы, я просто тут... Далеко не всех заняну просто. Погоди. Так, один пси-зомби, ладно. Лабуда, это все... Вообще, инде-зону не делать. Ваш канал на 100 рублей сообщает... Отличный план. Завалить мост трупами, чтобы только аватар мог телепортироваться. Так, можно вообще в десятку аватара ушатать. Давай так начнем. Мне кажется, это верный ход. Потом, скорее всего, руки молний и один на один. Есть! Минус второй аватар, ребята! Руки молнии по зомбарю лучше, потому что ты, скорее всего, его ушатаешь тогда. Рейнджеры тащат. И один на один, да? Один на один. Поехали. Работаем. На-на-на. По голове крит. На-на-на. На-на. Ха-ха-ха-ха. Такой ушатыванный. Но у него агрессия, у него крит высокий. Там 3040. Так. Остался один. Один остался. Я не вижу смысла в серии, на самом деле. Мы тут просто ушатываем всех. Просто ушатываем. На-на. Я даже не знаю, кого из вас убивать и зачем. Захватывать, наверное, надо все равно. Ребята, запахло победой. Запахло победой! Ну, Архонт плотный. Ну, Архонт обычный. Может, лучше разлом вот так дистанционно. Я знаю, что там народа дофига. Сделаем разломчик просто и все. Давай. Кого-то сейчас задамеджим. Кого-то на следующий ход взрываем. О, уже хорошо. Мне нравится. Наблюдение отменено. Вот, пожалуйста. Бжухи не нужны. Снайпер на Overwatch. Ты, соответственно, Архонт уж пушатывай просто. Да, я понимаю, что он паникует, но... Мне его все равно... Ну, мне Вижен нужно убирать. Сейчас психами еще через стенку. Огонь, отлично. Догорит Архонт в свой же ход. О-о-о-о-о! А-а-а-а-а! Жара! Так, Пеп точно на овер. Тоже на овер. Никаких серий нам не нужно. Лука-пистолетка убивает вот этого упыря просто. Ушатывание просто. Было бы их здесь в два раза больше, все равно мы справились. Ушатывание. Ушатывание сейчас. Там посмотрим уже. Я думаю, здесь надо добить его, чтобы Вижена не было. Хотя он догорит, но он может догореть до того, как... Хотя нет, они всегда догорают в начале хода. Но у меня все равно халявный выстрел, ладно. У Фолана перезарядка и овер. Здесь можно... Лука нету. У Луки багнутый кавер. Я же об этом говорил. Лука стоит вот здесь. Хватит, ребят. Видите? Щиток такой вот. Можно попробовать... Да какой огонь души? Копья нет? Копья нет. Я бы убрал с Вижена вот этого психа. И копьем бы просто зарядил нулевым. Вот куда-то сюда, потому что там явно еще кто-то... Там кто-то... Кого-то мы подэмэджили, но... О, какой Вижен! А как ты увидел-то его? Через стенку. Не дай бог стенку у Шаттона. Андромедон погибает. Там народу... Там аватар вижу! С третьего аватара вижу! Вон он сидит! Он у такой бум будет вообще... Так, может, статис... Ну, статис-то на кого-то... Не на кого-то статис. Че, друзья? С богом? Аркаш сюда перевезем... Перенесем. Все. Архон догоряет. Они должны подходить ближе. Я жду аватара, в первую очередь. Новые паки появляются. Мэки. Один артиллерист. Синий сзади артиллерист. У него пушка длиннее. Это плохо. Ой. Следующий ход. Надо разбегаться. Андромедон побежал. Сейчас пойдут снайпы работать. Раз. Четырнадцать. Два. Одиннадцать. Вижу сектоидов командоров. Чемандров. Поближе, поближе. До взрыва надо... Взрыв же в самом конце хода, кажется, да? Капец. Телепорт пошел. Это плохо. И он сможет... Что делать? Ой, ответочка, ответочка. Перебей, перебей. Хорош. Зажги его еще. Они успевают. Да, сняли овервочи. Вывели оружие и строили. Это очень плохо. Так. Заметили пять хитов. Клон, фулл кавер. Три хита. Там шар летит. Ой, не портите, не портите шкуру. Уже три армора сразу снимают. Надо захватывать его. Мимо. Двадцать шесть точность. Ответочка еще. Не, лука вообще огрызается. Дерзкий. Че делают? Нужно шар захватывать сейчас. Не взирая ни на что. Хотя я его не вижу. Не факт, что я чемандру. Вон, 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 этот слева. Найки стреляют. Мимо двадцать девять. Ой, близко. Вот дают вижен и все. Еще далеко не все. Не, все. Взрыв. Ушаталием сектоидов. Кодекс дезориентирован. Новые появляются безлики. Не, это нормально. Эти трое безликих, это мясо просто, мясо. Последний аватар. Ребят, надо подсветить каким-то макаром. Желательно шар захватить. Посмотреть по вижену шара. Чамандра добегает, не добегает. Должен будет остаться один Чамандра, понимаете? Двух мы уже урезали. Порезали. Остался один. Так, ниндзя. Хрен с ним. Тут рейдж можно сделать. Откуда мы видим шар? Отсюда видим шар. Пошел. Шар даст нам вижен. Вижен даст нам возможность снайперами стрелять. О, 50%! Ничего себе! Так, а может быть тогда светошум? Ну, оно кажется биологическое создание. Какой светошум? 50%. Ничего себе! Привратника, как сложно. Ну, и нужно захватить вот этого кодекса. 99. Приделся, видимо. Обязательно прикрыть Чамандра. Надо кинуть дым, надо кинуть протокол помощи. Так, захватываем кодексом. Видим. Ё-моё, чего я там только не вижу, а? Вот он сидит. Полу кавер. Снайперы. Блин. Снайпов перекрыли. Они без патрона. Но они его видят. Я могу перезарядиться, дать приказ. И будет потом взрыв. После этого. От кодекса. Так, здесь скорее всего шквальный огонь. Не, погоди, погоди, погоди. Ты можешь психами левыми попробовать... Попробовать через стенку достать. Нет, только стасис. Ладно, тогда огонь души просто раз. Ну, этим не смыслом я. Я копьё в нашли флоту одного. У второго кодекса. Чуть 5 ходов кодекса. Кодекса. Можно попробовать Аркаши осколочными тут пристрелить. Ранжа может быть даже хватит, если подойду. Можно вообще на рейджи врубиться сюда. Свободным действием. Да, только у тебя артиллерийского нет. Так жалко, что снайпы не работают вообще, ребята. Так жалко. Такого помощи есть. Перезарядка халявная. В принципе, я могу... Я могу... Я могу... Я могу... Я могу... Фаерлордом... Дикара жалко нет. Просто посмотреть, вижу я его или нет. Вижу я его. То есть я выхожу сюда, делаю халявную перезарядку. Приказ на себя. И уже все ок. Попробуй. Раз. Ты не посмотрел, когда ты его видишь. Перезарядка. Я не знаю, вижу я его, Аркаша, или не вижу. Так, это Лабуда. Давай сразу ушатаем. Ну, попробуем ушатать. Хотя, надо было психом попробовать. Справились, и хорошо. Кодекс ушатали. Возвращаться должен ног. Приказ. Видит ли снайпер приказ? Пептара видит. Фаерлорды видит. Перед приказом. Будем ли делать, получаем. Или быстро развертывание, какая-нибудь движуха. Ну, а какая разница? Ты все равно не... Ты не сможешь его заморозить. Да и вертел я эту возможность. Главное, чтобы попал, и он подошел ближе к нам. Там же будет попроще. 82. В конце концов, мне нужно просто его убить. Не обязательно убивать других. Может, кувикирия сразу же. 33%. Давай сразу. А, он же не ранен, нифига. Он же не ранен, нифига. Давай. Фаерл стреляет. 82. Попадает с критом. 19 хитов. Прыгай к нам. Прыгай к нам, друг. Прыгай к нам. Прыгает к нам, но как-то вообще хитро. Так, шквалочкам не видим. Этим не видим. Психам надо его... Пытаться добить. Ха-ха. Стасис, как вариант. Стасис-то неплохо. Стасис, очень даже неплохо. Давай так. Как раз нам нужен ход. Стасис. Все, работает? Работает. Ха-ха-ха. Стасис. Стасис. Оооо. Ядрить ты, бестолочь. Уходим, в общем. Перезаряжаемся. Принимаем остальных. Кидаем там дымы. В общем. Дымы, правда, не могу кинуть. Так, Алиска, уходим. Перезаряжаемся. Или протокол лучше сделать на Чамандора. Давай. Единственное, как ты сейчас можешь слить, это потерять Камандора. Туда бы еще дым тебе закинуть. Даже в ущерб этому... Даст же в ущерб выстрелу Пептара. Лучше густой дым сделать там. Фух. Ну, чего. Я думаю, здесь надо подходить таким образом, чтобы следующий ход пулеметчик мог по нему зарядить вот так, тройным. Вообще, нужно смещаться всеми. Не, не всеми. Тебе хватит подрыва? В любом случае сюда поймем. Так, а здесь же шар. Короче, я фомбичем сюда. Нет, инде-зон я фомбичем сделал. Вот сейчас инде-зон. Поехали. Лукой, скорее всего, пробивать армор. Заморозка нужна. Да и я достану Аркаши заморозкой. Это не проблема. Следующий ход там. Фоллоном, скорее всего, тоже надо зонить, потому что это последний вообще жесткий ход. Надо держаться. Можно еще слияние на Чамандре сделать. Где-то вряд ли попадут. Я лучше сделаю. Брюс добавляет еще. Там на нем протокол помощи. Он в густом дыме. Ну, не в густом дыме, а в прогреженном дыме. Здесь, видимо, нужно делать... Сначала... В десятку. Тройной слишком маловероятен. А в десятку уже можно. А потом... А потом... Либо двойной, либо овер. Что лучше? Двойной лучше. Нет. Блин, у меня защита. Давай, урон. Ниндзя тоже подбегает поближе. Заморозка у него есть, но он не достанет. И, кажется, последний ход. Ну, последний товарищ. С Богом живем, вот. Аватар в статисе. Тут взрыв. Никого не задел. Контроль под... Контроль... О, три Андромедона. Да, жесть, конечно. Просто жесть. Три Андромедона. Блин, двух убил. Третий в статисе. Сейчас мы его в один ход должны ушатывать. А, через быстрое развертывание. Через заморозочку. Через приказ с критом. Короче, сначала крит. Нет, никаких критов. Ну, это никого не видит змея, дурочка. Ну, мы отошли, чего. Она видит кодекса, только тупит. Архонт. Вроде летит вперед. Лаги жуткие в игре. Ну, кодекс, конечно, ушатают. Столько... Столько народу. Гора просто трупов. Чамандра сектует. Кого-то пытается там убедить. Лизом баряпа. Я уж не знаю, о чем там. Летит шар. Там есть овер, но у него такое количество хп, что я не верю. Последнюю броню сняли. Че шар? Психа, да? Что это было? Ох, один процент. Ой, чамандр защищен. Это снайпер причем был. Ох, хорошо. Тоже мимо. Да там чамандр вообще. Ой, мэк артиллерий забыл про него. Фух, я не стрельнул. Ну ладно, там защита у меня есть. Он бы все равно нанес 3-4, просто это не столь важно. Так, теперь заморозка аватара. Новый, ох, да. Там народу. Ребята, ребята, счастье будет. 59-я часть. 59-я часть. 12-й трай. Так, начнем с Аркаши. Аркаша не докидывает заморозка, я это уже вижу. Рейдж удар он никак не сможет. Не поможет он сократить дистанцию. То есть мне нужно его... Да нет, вряд ли мы даже если... А нет, докидываю, 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 докидываю. Кажись, докидываю. Давай-ка Алиской чуть поближе, чтобы просто не стояла на пути. Докидываю, докидываю, докидываю. Давай даже без кавера его оставим. Есть? Есть. С запасом. Быстрое развертывание. Заморозка. Сейчас получай. Тут, к сожалению, Пептар... Ну, короче, Пептар делает метку на него. Перезарядка не нужна уже. Ну, так как бы ладно, перезарядимся. Перезарядка целеуказания. Там плюс 30, кажется, дает точности. Есть тройной выстрел. По 69. В идеале, конечно, кавер надо снять. 100% раз. Как там подрыв сработает? Увидишь? Увидишь. Все, побежали уже без каверов его ушатывать. Только на всякий случай закрепление. Закрепление, говорю. Подрыв. И он открывается для тройного выстрела красиво. Ну, не полностью убьем, конечно. Не хватит немножко. Поэтому подрезаем сначала так. Крит. И ушатываем серию выстрелов. 99%. Без поддержки все сети со стороны старейшин все летит к чертям. Эти ворота долго не продержатся. Слышали, что она сказала? Сказала, шевелитесь. Шейн, скажи мне, что у тебя есть план Б. У меня тут все чисто. Такого просто не может быть. Если только... Шеф, не знаю, что вы делаете, но это работает. Только убедитесь, что вам хватает топливо на обратную дорогу. Шеф, вы в порядке, Чумандр? Мы только что потеряли связь. Тут игра подвисла, друзья. Доктор, какого черта тут происходит? Это Майкер в Resident Evil играет. Надо срочно снимать шлем. Они забивают наш канал связи, подавляя сознание шефа. Тогда разрывать... Сделав это, мы рискуем полной перегрузкой. Мы вернем потерянные, мы снова будем едины. И тут я такой, вжух! Нет! Пыщ! Ваша победа станет концом для всех остальных. Это будет преследовать вас, как это было с нами. Вы не готовы! Мы должны победить! Жизненные показатели стабилизируются. Синаптическая активность переходит в норму. Одна из трансмерных пси-сетей неактивна. Миссия выполнена! Чемандр! Сеть освобождения вещает на всех частотах. Адвент отступает по всем направлениям. В городских центрах продолжаются ожесточенные бои, в то время как сила Адвент... Мы едва справляемся с потоком беженцев. Люди покидают городские центры, контролируемые Адвентом. Комендантский час остается в силе, пока администрация занимается решением текущего кризиса. Всем, кто находится в оккупированных зонах, не сдавайте свои позиции и продолжайте сражаться. Обещаем вам! Помощь уже на подходе! Ааа, я понял, что это за негр сейчас в финальном ролике. Это же револьвер! Он же... Ааа... Мы его оставили на базе, а он пошел в одиночку просто сбитый, ушатывать Адвент. Красавчик. Ааа! Победа, пацаны! Победа! Слова Арстоцки. За каком? Заставил меня попотеть финалочка. И это, конечно, очень здорово. Потому что если оно было бы как в оригинале, было бы не так интересно. Да, подводный мир точно. Внезапно. Ребята! Ребята! Это, кажется, самая продолжительная серия, трансляция, которая у нас была. XCOM 2, Long War 2. Но мы с вами справились. Мы победили. Сложнее, конечно, всего в начале и переход в мидгейм. Дальше как-то все уже по... Везет получение всемирной статистики. Победа, сложность, легенда, терминатор. Задание выполнено 126. По миру 41. Ну, понимаем, кто играет по миру, какие уровни сложности. Задание провалено 21.0. Что по миру? Видимо, я не понял, как. Безупречных заданий 49 на 11. Пришельцев убито 2253 на 500. Солдат потеряно 49 на 3. Процент попадания 81-82. Средний остаток ходов на заданиях 3-6. Солдат, принимающих счастье в бою 154. Дней до первого полковника 90. Быстро полкана получили. Дней в лазарете проведено бесчисленное множество. Масса повышений. То, что народу больше. Количество полковника 50-25. Награды за взлом. Взлом на роботов. Количество ученых 15. Инжей 12. Дней до магнитного оружия. Долго моего. Хотя странно. Я очень быстро исследовал и магнитку, и лучевое. Я там форсировал прям дико. Прям дико. Очень странно. Ну ладно. Ретрансляторы, объекты, материалы получены со складов. На черном рынке результат. 11 косарей. Смотрите. Материалов получен на черном рынке. Попродавали. 11 382. По меру 618. Разве данные... Потрачено данных на черном рынке. Ну, здесь... А, это статистика вообще не из Лонгора, видимо. Это Собщик Сираков. Ну, потому что там не сходится, видите. В черном рынке в Лонгоре вообще продавать нельзя. Да, это статистика не по ЛВА, да. Ребята, победа. 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 Давайте вспомним тех, кто говорил, что... Интересно, через сколько Майкер бросит Лонгвор? Да ему никогда не справиться. Пусть лучше идет в Варкрафт играет. Утрите нос, неудачники. Чем Андр справился. Спасибо за то, что смотрели. Спасибо за то, что болели. Уважаемые члены сопротивления. Игра отлично. Просто прекрасная игра. По проработке оригинал превосходит в разы. Стоит. Если, конечно, у вас есть столько времени свободного. Стоит поиграть. Определенно стоит. Давай еще вспомним челленджи, от которых ты отказался. Не, не надо. Не надо. Но я переживал бы значительно позже. Больше, если еще... Ты же не знаешь, какие там миссии будут. Ты же не знаешь, что было бы на этом. Забился бы я на косарик опять. Меня подбивали на экспертеру с Брейн. А потом на финалочке выяснилось, что там еще все жестче, чем оказалось. Ну, вдруг. И все. Короче. Я сейчас остановлю запись. Еще раз хочу вас поблагодарить за все. Мы справились. Мы молодцы. Наверное, наверное, на сегодня трансляции хватит. Варкрафта сегодня не будет. Никаких больше трансляций тоже не будет. Надо отдыхать. Пол-двенадцатого. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»